Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 1 апреля 2016 года четверг, по одному из старинных 30-й день пробуждения природы 7524 лета неделя. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме практика построения энергетического каркаса. И главные соведущие, уже хорошо знакомые, Марат и Денис. Здравия, Марат. Здравия, Денис. Здравия. Добрый вечер. Ну, я надеюсь, не только со мной добрый вечер, но и с нашими радиослушателями. Нет, Алексей, только с тобой. Хорошо. Совсем добрый вечер. Ну, хорошо. Итак, практика построения энергетического каркаса. Тема довольно-таки может показаться необычной. Что такое энергетический каркас? Надо, наверное, будет уточнить. И что за практика, которая его будет строить? Это прежде всего. И надо будет говорящему все-таки находиться ближе к микрофону, для того, чтобы вас лучше было слышно со стороны в эфире. Пожалуйста, кто возьмет на себя слово, чтобы начать развивать эту тему? А мы с чего начинаем? Давайте сначала просто поговорим о том, что такое все-таки энергетический каркас и что же такое за практика. Или практику мы оставим, будем в процессе разбирать. Ну, хотя бы, что такое энергетический каркас? Я думаю, что практику самого мы в конце разбираем, ну, ближе к концу. Вот. Энергетический каркас, по сути, это одна из частей основы, про которую я говорю, что основу надо выращивать прежде всего в практиках, а не заниматься тупиковыми вариантами. И, в частности, энергетический каркас имеет прямое отношение к четырем нижним телам, это физическое, эфирно-астральное и ментальное. Если еще точнее, то он строится на базе астрального тела, то есть там перестраивается астральное тело, ну, так скажем, по образу и подобию. То есть, чтобы человек был наиболее всесторонне развит, и чтобы он мог осваивать, собирать опыт более полный, причем во всех мирах. То есть, несмотря на то, что этот каркас строится на основе астрального тела, то есть вроде как нижнее тело и в божественных мирах, вроде как не пригодится, там, астральное и астральное же тело. На самом деле, построение каркаса приводит в дальнейшем к построению того, что называется, внутри хлебов называют трансформа, световое тело, то есть, или свете тела. То есть, по сути, приводит к преобразованию четырех нижних тел и к уходу из этого мира, в свете, вспышка света. Это вот, это вкратце об энергетическом каркасе. Ну, так, практику самому попозже даем, в конце, как обычно мы делаем сегодня. Понял тебя. Денис, что-то добавишь или пока нечего добавить? Можно прямо там по теме, да? Хорошо. Ну, а тема у нас довольно-таки интересная, заявлена. Мы поговорим об энергетическом каркасе, уже начали это говорить. Разберем интересные смежные темы, связанные с текущей энергетической ситуацией на планете. Если с энергетическим каркасом более-менее разобрались, то теперь, наверное, надо поговорить, а что же такое энергетическая ситуация в планете, что вообще такое энергетика планеты в данном случае, в том виде, как мы это представляем, будем рассматривать сегодняшней нашей теме. Ну, я хочу сразу, так скажем, сделать некоторое примечание, связанное с тем, что вот само слово энергия, это же не наше слово. Мы недавно написали статью небольшую такую, которая называется «Русский язык и идеология». Разместили у себя на сайте, некоторым людям, нашим знакомым разослали, получили положительные отзывы, где достаточно популярно объясняется, что же такое идеология. Связано просто с тем, что, опять же, иностранное слово люди не понимают. То же самое с энергией. Энергия и еще из таких сложных слов информация, которые сложносодержательны, они не переводятся напрямую на русский язык, поскольку на данный момент они, как бы, ну, если их переводить в русском языке, больше слов дается. Ну, например, по информации, если переводить на русский, то это и знания, и вести, содержание, данные. То есть вот это как бы, ну, условно синонимы слова информация. Да просто когда люди говорят все время, информация, информация, их язык упрощается, их мышление упрощается. Не совсем понятно, что они по-другому словам понимают, что они хотят передать. А если бы они говорили по-русски, например, знания, ну, то более конкретно, или в другом случае содержание, или там, в третьем случае весть, там, весточка. Вот, было бы более понятно. Ну, нас всех подсадили на эту иностранщину, и теперь, собственно говоря, даже тяжело разобраться, когда человек говорит, что он имеет в виду, по-другому. Вот слово энергия. Дело в том, что я на данный момент, я все время исследую вот эти темы, на данный момент я нашел две составляющие этого слова. по-русски, значит, энергия по-русски, прежде всего, это сила. Ну, вообще, перевод там, это движение, по-моему, если брать перевод, он с латыни или с греческой, не помню точно. Вот. Но на самом деле, энергия, если переводить на русский, то это либо сила, и тогда более понятным становится. Когда мы про силу говорим, становится более понятным. И второе значение, в котором используют это слово, это, по сути, материя тонких миров. То есть то, что к нашему миру не относится, относится к тонким мирам. Вот. И говорят, это энергия. Мне, к сожалению, придется все-таки употреблять это слово, потому что на данный момент люди настолько привыкли, если я буду говорить про материю тонких миров, или там силы, там еще что-то. Люди не всегда будут понимать, о чем я говорю. Если я говорю, там, энергетическая ситуация на планете, то на сегодняшний день люди понимают. Надо постепенно выходить из этих привычек, дурных, постепенно, чтобы все мы начали больше и больше использовать наши слова. Вот. Как, например, ну, наглядный пример, да, почему я буду все-таки энергию употреблять, хотя, когда, там, можно будет, буду говорить, сила, сила. Вот. Если взять слово форма, на сегодняшний день всем понятно. И есть такое понятие формирование, да? Вот. Слово форма переводится на русский язык, тоже иностранное слово форма, переводится на русский язык как образ. И если, допустим, образ еще можно применить вместо формы на сегодняшний день, то, если я вместо формирования скажу образование, люди не поймут, что я имею в виду. Все скажут, про какое образование ты говоришь. Ну, вот. Поэтому, еще раз говорю, есть некоторые сложности, потому что нас приучили к определенным понятиям иностранным. Вот. И мы будем их частично употреблять, но постепенно отказываться от них. Значит, по поводу энергетической ситуации на планете на сегодняшний день. Ну, собственно говоря, ни для кого не секрет, что мы выходим из темных миров, входим в светлый, вот, меняется энергетика в связи с этим. И после 12-го года наступило время определения. То есть оно было, в принципе, и до 12-го года, но после 12-го начало обостряться время, когда сущности, проживающие на планете Земля, должны были определиться, кому налево, кому направо. Ну, условно говоря, кто остается в темном мире, то уходят в светлые миры. Вот. И чем знаменателен 16-й год? 16-й год знаменателен тем, что это последний год, когда темные силы еще имеют какую-то реальную власть. Начиная с 17-го года они эту власть начнут утрачивать. Ну, и, собственно говоря, вот как я прогноз в одном из своих эфиров делал, что через 10 лет, то есть это приблизительно 25-й год, мы будем жить в другом мире. Ну, вот. Я еще раз, я в тот раз говорил, когда был прогноз, и еще раз хочу сказать, что, собственно, несмотря на то, что я этот прогноз делаю, то есть у меня какие-то знания пришли, мне самому очень интересно посмотреть, как это все будет сбываться. То есть я в этом случае не выступаю, там, как Ванга, например, или еще кто-нибудь. Значит, вот 16-й год, это последний год, когда темные имеют еще какую-то настоящую силу, хотя, конечно, не ту, которую они имели раньше, но все-таки. И, соответственно, поскольку это последний год их власти, то в этом году должно проявиться наиболее сильно вот это разделение. Лет 10 назад мне попалась статья, мне ребята дали почитать, называлась она «Откровение инсайдера», где, значит, рассказывалось про великую жатву. Вот там инсайдеры, в общем-то, это темные всякие товарищи, которые управляют миром. Вот. Они частично там как бы откровенничали в интернете, причем, ну, кто-то может сказать, ну, может, это просто поделка какая-то, вот такой крючок для нас, чтобы мы почитали и пошли за этим. Ну, я на самом деле просто одну статью только читал, я дальше там ничего читать не стал, их материалы. Вот. Но эта статья, она совпадает, там многие вещи, которые указаны, они совпадают с тем, что в ней непосредственно там сверху приходят знания определенные. То есть великая жатва, что они имеют в виду в этой статье, когда писали под великой жатвой? То есть вот приближается время перехода, и вот этот переход как раз от него идёт в свет, другие в тьму, как раз вот они про это все писали. И, собственно говоря, чем они занимались, они тем или иным способом пытались как можно больше душ наловить и увести их с собой в тьму. Ну, соответственно, чтобы питаться. Энергетика какой-то, им же нужна энергия для продления жизни. Как я уже говорил в предыдущих эфирах, Вселенная – это тёмный мир, а своей энергии нет у Вселенной. Только то, что мы привносим. То, что мы привносим, это скапливается. Ну, сейчас учёные находят, там говорят, вот тёмная энергия, тёмная материя, там какая-то тёмная энергия в вакууме. Вакуум – это же отсутствие, по сути. Вот, собственно говоря, что это за тёмная энергия? Это вот то, что Вселенная накопила. И для чего Вселенная накапливает? Она накапливает не для того, чтобы кто-то этим пользовался, она накапливает для себя, потому что у Вселенной тоже, собственно говоря, ну, два варианта. Либо она схлопнется, её больше не будет никогда. Вот, ну, там в определённый период, конечно, когда срок подойдёт. Вот. Либо Вселенная, тёмный мир, станет, накопит энергию и станет светлым миром. Ну, то есть засмеяем. И, там, возможно, будет обособленность светлым миром, через какое-то время присоединиться к общим божественным мирам. Ну, то есть, там, так скажем, своя эволюция у Вселенной. Вот. И, собственно говоря, опять же, возвращаясь к началу, то есть, мы наблюдаем вот этот последний год. Ситуация интересная. Как доказательства могу привести и то, что там на Украине творится, посмотрите, у людей там, у них крыша съехала. Да не только на Украине, просто там наиболее это заметно. В очень многих местах разделение, оно очень хорошо видно, просто новости включите, посмотрите, и сразу будет видно, что отне товарищи, они действительно хотят уйти в мир света и работают над этим. А другие упорно лезут в окну. Вот, собственно говоря, уникальность ситуации от этого года. Год, кстати говоря, непростой. И в этом смысле я бы советовал в этом году еще не предпринимать никаких резких движений, спокойненько так идти. Если у вас что-то накоплено по прошлым годам, и оно в этом году начинает проявляться, это нормально. А если не накоплено было, а вдруг что-то всплывает, отнеситесь к этому с осторожностью, посмотрите внимательно, потому что, ну, пока еще год такой ненадежный. И самолет не надеет. Уже первые вопросы поступают. Напомню, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Для этого вам нужно зайти на сайт Народного славянского радио, то есть в любом поисковике набрать так «Народное славянское радио», «славомир.орг» — это сайт. Дальше ищите на сайте слово «чат», нажимаете, если еще не зарегистрировано, то регистрируйтесь, логин, пароль не забывайте, и после этого сможете задавать вопросы в чате, общаться с друзьями. Чат называется «Изба Народного славянского радио», «Горница», так что можно в горнице пообщаться и поздавать вопросы. И просят все-таки поближе держаться, Марат, потому что ты говоришь достаточно спокойно, не столь резко, как некоторые себе позволяют типа меня в эфире говорить. Поэтому тебя иногда немножко так не очень хорошо слышно. Ну, понятно, что сейчас переломный такой год, когда вот старенькие силы пытаются что-то побольше захватить от этой пищи, кушать-то хочется, да, то есть энергии, то есть силы, и они вот продолжают бесноваться. А те, кто еще находится в старом мировоззрении, они покорно свои силушки туда отдают, питают их, бесенят, и сами потихоньку тоже себя вторгают, внедряют в дальнейшее потом то, что называется чистилище, да, скорее всего так. По поводу чистилища у нас отдельная тема или она сюда вписывается? Мы можем просто сказать да или нет, а потом отдельную тему в следующем эфире развить. А, ну, в этой связи там надо более подробно просто разбирать, кто в чистилище, кто куда уходит, и я не знаю, как-то надо в совокупности это разбирать, тогда, может быть, вот по чистилище, когда будем, разговаривать, можно будет вернуться вот к этому, и там будет понятно, кто куда уходит, я когда про чистилище буду рассказывать. Ну, во всяком случае, понятно, что сейчас надо попытаться воздержаться от каких-то резких эмоций, резких мыслей, пытаться во что-то резко включаться, так раз-два включились, да, чтобы поменьше давать возможность себя втягивать, чтобы потом как раз той передаче, которую мы будем говорить про чистилище, не оказаться в той ситуации, что там в чистилище придется опускаться. Это я к тому, что пока мы готовим, накапливаем силы и так строим планы, определяем цели, прокладываем карты, на карте маршруты, вот типа того, наверное, да, сейчас мы разговору идем? В принципе, да, просто более конкретно, если говорить, я считаю, что надо собой заниматься, потому что, на самом деле, достаточно серьезной подготовки требуют, сегодня, вот нижние тела достаточно серьезной подготовки требуют, чтобы войти в светлые миры, и вот то, что будет меняться на Земле, будет энергетики светлой больше, чтобы ее нормально воспринимать, нужно, собственно говоря, больше собой заниматься, именно внутренней подготовке больше внимания уделять, чем внешним действиям, но это не значит, что внешне ничего делать не надо, но все-таки надо вот с вниманием отнестись. Понятно, в общем, хочешь изменить мир, начни с себя, древняя поговорка, здесь очень хорошо действует, такая аксиома, да? Да, очень правильно, очень правильно. Ну что ж, хорошо, я думаю, что мы разобрали и что такое энергия, и что такое энергетический каркас, и что творится в сегодняшнем мире, ситуация на планете, ну и, наверное, поехали уже разбирать внутренние вложенные темы, в частности, рассмотрим причины популярности Кастанеды, и здесь у нас идут несколько подпунктов, это о наркотиках, о темных мирах, о видящих и сновидящих. Так что же там у нас с товарищем Кастанеда не так? Почему мужичок, который у нас изображен, грызет кактус и читает за внимательную литературу, на которой написано Кастанеда? Если честно, я не знаю, кто эту карикатуру размещал. Это размещал я, потому что надо было как-то обозначить, поэтому две картинки я разместил. Первый – это увлекательное чтиво с кактусом в руке, а второй – это уже, когда там лежит, видимо, то ли девушка, ну, скорее всего, девушка, и ей видятся различные сущности, которые одна из другой переползают, то есть уже, как некоторые говорят, под кайфом, торкнуло. Прямо дали какой-то, да? Да, вот давайте с этого дали, наверное, из кактуса вот как-то оттолкнемся и уже начнем частности разбирать. Итак, про Кастанеду. В чем же причина популярности наркотики, темные миры, видящие и ясновидящие? У нас 9 минут до музыкальной паузы. Значит, дело в том, что, если обратить внимание на то, как был раскручен Кастанеду, какими тиражами он по всему миру прошел, то, собственно говоря, не надо быть семи-пятью во лбу, чтобы понять, что это проект, международный проект, который, собственно говоря, кто-то финансировал специальным образом. Ну и, собственно говоря, если обратить внимание на книги Кастанеда, я их читал, вот, значит, по первой книге, вот когда читаешь первую книгу, там идет просто пропаганда наркотиков. Ну, не то, чтобы там, не только пропаганда, но там очень многие практики сводятся к тому, что там что-то покурили, что-то там попили. Конечно, там, сторонники вот этих всех кактусов, они скажут, что, ну, это не наркотики, это ритуал, специальный шаман делает вот это все. Ну, конечно, с одной стороны, да, с другой стороны, я вам сейчас скажу, развития в этом нет. Есть возможность, у некоторых только, есть возможность немножко карму поправить, ну, при условии, что вы все-таки занимаетесь чем-то конкретным, ну, как я говорю, то, что я предлагаю всем, взращивать основу, вот, если вы основу взращиваете, на каком-то этапе своего развития вы можете там съездить к какому-нибудь шаману и посмотреть, что с вами будет. А если вы основу не взращиваете, извините, конечно, развития-то в этом нет, ну, вы там, выпиливые, там, как она, айваска, пьет, да, пьет, вот это все. Просто в свое время об этом говорили, ну, это в Америке в основном, не у нас, в Америке в основном, много людей из-за книг Кастанеды подсело на наркоту, причем, в основном, они старались там, какую-нибудь легкую наркоту, ну, условно говоря, посмотрели, ну, съездили к шаману, посмотрели там всякие картинки, решили дома, ну, не наездившим, шаман уже картинки посмотрел, решили, ну, самый доступный способ, там, какие-то наркотики, любили, вот, то есть, это вот первое, наверное, где не сказать, что-нибудь. Да, хотелось бы добавить из опыта практической деятельности, у нас интересная ситуация была на прошлом семинаре, приехал один наш товарищ, хороший друг, вот, в свое время очень много практиковал по Кастанеде, изучил его достаточно глубоко, вот, и мы с ним делали одну из наших практик, достаточно сложную, так вот, получилось очень смешно, при задании дополнительного усилия вдруг из него пошла марихуана, вот, на физическом плане это выглядело следующим образом, то есть, вот, где-то кусок пространства, ну, наверное, метр в диаметре, вокруг него наполнился запахом травы, но это было откровением и для него, так сказать, и для окружающих, вот, то есть, работа вот эта шла, ну, наверное, минут пять-семь, пока это, вот, весь этот запах, все эти вот остаточные явления не растворились, вот, исходя из этого, столкнувшись вот с такими штуками, можно смело утверждать, что те, кто считает, что курение марихуаны и легких наркотиков вообще, оно не оставляет никаких следов в организме, глубоко заблуждаются, оставляет, и очень сильно, ладно, не говоря уже о том, что зачастую можно выиграть людей, у которых сознание плывет после, там, многих лет употребления, так еще, видимо, она заходит и в нижние тела, и достать ее оттуда, ну, это действительно надо очень постараться, причем, сам человек, несмотря на то, что он, ну, обладает определенными навыками, обладает виденными, там, определенными качествами, он бы самостоятельно этого сделать не мог, то есть, это надо специально погружаться в такие насыщенные поля, либо надо, чтобы кто-то к тебе предлагал усилия для очищения твоего организма, а такой ситуации добиться, ну, наверное, дорогого стоит. Я поясню немножко, чтобы люди не подумали, что там кто-то марихуану курил на семинаре. Это, и Денис имеет в виду, что вот раньше товарищ употреблял где-то когда-то, вот, а Денис задал энергетические усилия, и из человека поперла энергетика, которая воспринималась как запах марихуаны, то есть, чтобы люди понимали, что никто никакой травы не курил, то есть, вот, просто усилие было задано определенной энергетической достаточной мощности, и по частоте достаточно высокая. То есть, это вот как раз шестой уровень там был, да? Да, шестой уровень. Ну, вот то, что я вот так говорю, шестой уровень энергетики настолько мощный, что он уже многие вещи чистит, перестраивает вот до костей, и, по сути, даже, ну, как бы формулу крови можно поправить. Ну, это, конечно, длительная усилия. Вот, чтобы вот никто не подумал там чего-нибудь. Это, значит, по наркотикам, да? По кастануги. Да, ну, из этого следует, что, собственно говоря, привнесена была вот эта вся пропаганда. Для чего? Для того, чтобы в том числе увеличить продажи. Потому что те, кто производит, это реализует, они крайне заинтересованы в такого рода литературе. Когда у тебя появляется много последователей, много людей, которые хотят войти в измененное состояние сознания, много людей, которые считают, что ничем плохим-то для них не обернется. Вот. А по факту получается вовсе не так. Марат, Денис, дозвольте, у нас еще есть три минуты до музыкальной паузы. Я внесу обратную связь между студией и нашим чатом, нашей сбой читальни горницей. Здесь Владимир Азметич пишет, соведущий говорит, читал Кастанеду? Нет, не читал. Не читал. Печально услышать такой бред на столь уважаемом радио. То есть, все свелось. Ну, дальше я уже тогда думаю. Сейчас он обещался написать более подробно. Я тогда думаю, что слишком все упрощено было по дату, как будто бы Кастанеда занимался только тем, что рекламировал наркотики и в его учениях больше ничего нет. Ответить, да? Если есть желание, конечно, ответить. Я просто вот эту реплику... Конечно, смешно, товарищ. Убеждает меня в том, что я не читал Кастанеда, когда я читал. Больше того, я практиками Кастанедов занимался в большом количестве достаточно. Я их изнутри изучал. Я просто только начал. Имейте терпение. Только начал. А, вот все. Владимир, ты, короче, пиши, но слушай. Одним глазом пиши, наблюдая, а ухом слушай, а пальцами набивай. Ладненько, хорошо. Тогда не смею дальше прерывать. Разбираем дальше тему. Есть время, да, еще? Ну, я думаю, две-три минуты я выделю. Пожалуйста, музыкальную паузу. Да, значит, следующее. Почему, собственно говоря, книги Кастанеды опять же там такую популярность имеют? Ну, собственно, почему этот проект раскручивали? Потому что в Кастанедовских книгах описаны только темные миры. А они в светлые миры никуда не ходили, ничего про них не знают. Собственно говоря, там очень большое внимание, например, уделено неорганическим сущностям, важности взаимодействия с ними, что надо неорганическую сущность при себе иметь. Чтобы было понятно, неорганическая сущность это чёрт, если кто-то не понимает. Сущность из подземного мира. Если хотите, черти своих прикармливают. Причём, кормят их страхом, обратите внимание. Это вторая причина. Там очень много описано тёмных всяких штучек. При этом про светлые миры там описан только этот орёл, которого они видят, и они все его боятся. Чтобы не умереть. Да, чтобы не умереть. А, собственно говоря, что такое орёл-то? Орёл – это божественная энергия. Это сущность определённая, взаимодействие с которой дает возможность про взаимодействие с божественными энергиями, которые действительно смертельно опасными могут быть для неподготовленных людей. в частности, насколько я понимаю, там, вот, Кастанедовская команда вот эта вся, ну, просто им было недоступно взаимодействовать с этой энергетикой, вот они там и помирали. Вот, ну, чтобы, опять же, там, если кто-то за текстом следит, не Кастанедовская команда умерла, а там помирали, собственно, различные видящие, которые до этого было. Поэтому уже Кастанедовская команда смотрели на Орла через сновидение. Чтобы меня не упрекали в том, что я книги не читал. Я их, конечно, давно читал, но суть я помню. Вот, значит, еще раз, значит, первое, это наркотики, почему раскручивали этот проект, второе, это знания о темных мирах, а про светлое там ничего не сказано. Вот, и, собственно, там дальше еще говорится, что вот единственный способ, потому что, иначе ты умрешь, тебя сожрут, сущности едят, вот они подъедают сознание, они подъедают человека, там ничего не остается после этого. Там вот эти книги так и написаны. Это вот, пожалуйста, то же самое, что мифы древней Греции, где, собственно говоря, описывается, что у человека, ну там вообще, как бы для человека только один исход, это в царство Аида, под землю, вот, и больше ничего для человека не придумали. В общем, я чувствую, нам придется, когда мы будем говорить про чистилище, сравнивать различные направления, представления в разных религиях и учениях этого самого чистилища и как его называли. Ну это так, на будущее. Хорошо. Еще минута. Или можем к музыкальной паузе перейти, чтобы нам не разрывать мысли. Ну давайте перейдем, а дальше я продолжу, вот как бы два пункта назвали, дальше продолжим. Хорошо. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 1 апреля 2016 года четверг, по одному из старинных 30-й день вербуждения природы 7524-го лета понедельник. Практика построения энергетического каркаса такова тема сегодня нашего эфира и там много различных подтем, которые мы разбираем, в частности с Кастанедой и все, что связано и главный следущий Марат и Денис. Итак, я прерывал на музыкальную паузу до того, как мы хотели разобрать какую-то новую подтему или новую мысль развить. Вот, пожалуйста, предоставляю микрофон. Марат, Денис, включайтесь, развивайте, начинайте. Ну, собственно говоря, продолжение про Кастанеду. Значит, первое, я сказал, что этот проект был раскручен в связи с тем, что там есть пропаганда наркотиков. Второе, то, что там отображаются темные миры, а про светлые там вообще ничего не сказано. Вот. Третье, ну, собственно говоря, я уже частично упомянул про вот этих сущностей, всяких неорганических. Там достаточно большое внимание ему делено. И, по сути, идет, ну, вот это уровень шаманизма. Идет вот, как бы, прославление вот этого шаманизма. Если обратим внимание на древних видящих, которые там тоже куда-то залезали с какими-то духами взаимодействиями, уже этими духами и стали на самом деле. Если кто-то помнит, они там очень сильно энергетику свою меняли с одной задачей, чтобы жить. Ну, у них жизнь такая была очень любопытная. Если книги читали, собственно говоря, человеческие никак назвать нельзя. Вот. То есть, вот идет прославление шаманизма, который вот на сегодня шагает по просторам нашей планеты. Вот. Цивилизованные люди едут, значит, в различные племена едут. приобщиться к истокам. Да, приобщиться к истокам, потому что вот там знания, там необычное, там вот эта мистика всякая, да. Вот. Очень много людей занимаются вот этими тупиковыми всякими вещами. Вы поймите, общаясь с духами, вы ничего высокого не достигнете. Потому что духи, они вот, ну, как бы, что такое духи, по сути? Это как, ну, такие биороботы, по сути. Ну, поймите, это механизмы, которые были сконструированы для того, чтобы планета существовала. Для регуляции определенных процессов. Конечно, чтобы вот условия были определенные и так далее, и тому подобное. Причем, есть земные духи, есть подземные духи, есть духи астрального плана. Вот. Ну, вы далеко не подниметесь, если будете только с духами общаться. Как бы, примитивный уровень. Ну, причем, наверное, стоит отметить, что это неплохо, нехорошо. Они есть и есть. Они нужны для определенных целей, для определенных условий проживания и так далее. Потому что сейчас вот так сказал Марат и Денис, все скажут, ой, духи это плохо. Нет, нет, я к тому, что если из этого делать практику и делать на этом основу своей практики общения с духами, ну, как бы, вы дальше шаманизма не уйдете, это низкий уровень очень. Вот это надо понимать. Причем, некоторые ловятся на шаманизме, то, что вот, а, вот, зато они там что-то предсказывают правильно, там, что-то видят правильно, причины каких-то, там, ну, болезни лечат. Ну, если, конечно, вы заболели, ну, сходите, если хотите к шаману. Вот, то, что там они что-то предсказали, ну, хорошо, предсказали что-то. Но это основано все на темных достаточно силах. Вот надо понимать, с темными силами связались, ну, никуда вы не вылезете, они вас не отпустят. То есть, если вы считаете, что это ваше дело, ну, значит, давайте, в темных мирах оставайтесь, с темными силами живите. Сейчас как раз, я говорю, время разделения, может быть, вы выберете, может быть, вот этот путь. Вот. Что еще хочется сказать про Кастанель? То есть, вот шаманизм, дальше там, у Кастанеля, опять же, очень большое внимание уделено так называемым видящим. И люди просто кинулись открывать третий глаз, чтобы видеть непременно там вот все вот энергию, там кто-то, вот, а я вижу энергию, а вот здесь вот так, а там вот это. Вот. То есть, человек сразу себя чувствует каким-то избранным. Да, приобщенным, он знает что-то, чего другие не знают, он видит что-то, что другие не видит. Вот. На самом деле, это тоже вот надо, вы поймите, надо быть не там, не видящим чего-то, а понимающим, что вы видите. А понимающих очень мало среди видящих. Видящих много, а понимающих мало. Я видящих достаточно много видел, вот сколько я занимаюсь, там 20 лет, и за 20 лет достаточно много видящих видел. С ними беседовал, они мне что-то рассказывали, пытались там мной руководить, куда-то меня направлять. Они, кстати, вот видящие, очень любят подойти к тебе и что-нибудь начать говорить, что-то советую. Не так делаешь, потому что я вижу по-другому, вот смотри, вот как бы, должен ты это делать. И вот они этим очень любят заниматься. А на самом деле, когда начинаешь проверять, оказывается, какая-то ерунда у большинства. Я опять же, если кто-то думает, что я там всех видящих, хай, нет, я встречался с достаточно хорошими видящими, мощными, высокого уровня. у них 70% того, что они говорят, да, действительно можно слушать и можно делать. Но вот я всего там двух видящих таких видел за 20 лет. А остальные, извините, если у них 30% хотя бы того, что они говорят, с этим можно работать, хотя бы 30%, это здорово. А вы пойдите, разберитесь, вот это вот, то, что они вам сказали, к 30% относится хорошего или к 70%, не пойми чего. У Кастанеды очень это раскручено, вот система там вот этой, видеть, надо видеть энергию обязательно. Вот. Ну, еще раз говорю, не только про это, конечно, не написано, но вот про то, что я сказал, вот этому всему очень большое внимание уделено у Кастанеды. И последнее, что я хочу про него сказать, то, что у Кастанеды огромное внимание уделено практикам сновидения. Да? Вот. То есть надо там лечь там, войти в определенное состояние, ну, типа сна там, не сон. Вот. Ну, я вам так скажу, что я, вот из всех сновидящих, я видел только одну группу, которая может заниматься сновидением, при этом им за это особо там ничего не бывает, хотя тоже бывает. Иной раз там они миры начинают путать. Ну, условно говоря, если все люди засыпают, просыпаются, и с ними все нормально, то вот, кто очень много сновидением занимается, без подготовки надлежащих, тот в какой-то момент может не понять, а он в своей реальности проснулся или не в своей. Как бы нелепо это ни казалось, если вы попадете в такую ситуацию, будет забавно. Я вам могу сказать, что, к примеру, один товарищ, он, чтобы окончательно, он не мог проснуться, то есть у него постоянно реальности менялись, он вроде встал уже, все ходит, он все время реальности меняется. Вот он, чтобы прийти в себя, под душ холодный вставал, чтобы вот, кстати говоря, у Кастанеда там, ну, не совсем с этим связано, тоже там, его же отмачивали в ручье, там тоже он улетел слишком далеко. Вот. Там, они при этом наркотики, ну, вот эти наркотические средства использовали, чтобы ввести в это состояние посильнее, что тоже усугубило. Ну, если кто-то помнит, его в ручье отмачивали, ему говорили, что, ну, вот если ты сейчас не вылезешь, то мы тебя просто вообще никогда не увидим. Это еще. Вот. А с людьми такое же, без наркотиков происходит, просто слишком увлеклись наведением. А, опять же, каркас, вот тот самый энергетический, про который я говорю, он слабоват, либо вообще там может не быть непостроенным. Ну, кривое астральное тело, так скажем. А человек в этом астральном теле куда-то полез. А сил мало, эфирное тело, тоже слабенькое у него. Вот. Все, энергия кончилась, и, как бы, обратный путь он найти не может. То есть, он его находит, но он не может, у него не хватает энергии, чтобы сознание зафиксировало, что он дома. Понимаете? Основная проблема с основидящими. Вот. Ну, даже это не основная, это побочный эффект такой, серьезный. Основная проблема заключается в том, что они не развиваются. Они путешествуют по мирам, что-то там, какие-то знания собирают. Опять же, по каким мирам они путешествуют? По темным. Дальше Вселенной их никто не пустит. Вот это надо понимать. Вот. Ну, я знаю, вот еще раз говорю, что там одна группа есть, в которой сновидящие вроде как ходят в светлые миры. это одна группа. У них очень крутой мастер, так скажем. Вот. Я больше таких не встречал. А в остальных группах, ну, вот дальше Вселенной никто не ходит никуда. Вот. И развития в этом нет. Тут основная проблема в том, что развития в этом нет. Поймите, вы всю жизнь этим сновидением прозанимаетесь, ничего толком не наработаете себе. Никаких бессмертных вещей себе не соберете. Самое ценное, я вот уже говорил, самое ценное это не просто жизнь прожить, а в течение жизни заработать бессмертные какие-то, наработать бессмертные вещи, которые после вашей смерти, физического тела вашего, перейдут с вами в следующее воплощение. Вы свою квалификацию повысите таким образом. Ну, собственно, вот механизм перерождения, он такой устроен. А если вы не наработали ничего бессмертного, ну, как бы, ну, просто попутешествовали там, попутешествовали сям. Кроме того, остановить мне постоянную энергетику детства. Понимаете, если вам нужно восстанавливаться, если вы слишком увлечетесь без нужной подготовки, еще раз говорю, вы рискуете заблудиться навсегда в этих мирах. А в реальном мире, что произойдет, ну, либо вы помрете, но это крайний случай, не крайний случай, вы будете слегка сосъехавшей крышей, потому что два будут все время видеться, ну, вы будете несколько миров видеть, ну, хотя бы два, одновременно представляете, наложились друг на друга. Если вы живете в реальной жизни, не будете там отмахиваться от кого-то все время там, или куда-то бояться идти, потому что там кто-нибудь сидит, окружающие будут на вас вкусно смотреть при этом. То есть у вас крыша съедет, но не до конца. это, конечно, может восстановиться, а может и не восстановиться по разным делам. Ты так рассказываешь как будто об обкурившихся спайсов. Да, нет, ну, просто я реально видел сновидящих. Во-первых, ну, вот у меня в группе парень занимался, который вот рассказывал тоже вот про эти ужасы всякие. Он сновидением занимался до этого, потом ко мне пришел. Вот, то есть вы поймите. Так может быть, просто, может быть, не по той методике занимался, может, не туда лазил. Да не только он. Я просто, я еще раз говорю, я вот был знаком, поскольку я еще раз говорю, я вот этими практиками с гостанавельскими занимался. Я был знаком с людьми, которые вот этим сновидением просто бредили. Вот. И причем, ну, так, кто-то просто начитался книгой, начал заниматься. Способности были к сновидению, но начал человек самостоятельно заниматься. И все рассказывают одно и то же, что они через какой-то вот срок занятий, они начинают терять контроль над этим сновидением. И они, самое печальное, не могут вернуться, то есть они не понимают, вернулись они или нет. Солнце явью меняется. То есть они, наяву, они думают, что они спят. И, как во сне, они позволяют себе что-то лишнее. Да, там, допустим, ну, я не знаю, под машину подлезть, там, под едущую. Или в бой вступить с ними. Да, например. Очень любят. А во сне они думают, что это реальность, и там по-другому. То есть, вот я еще раз говорю, это вот мой личный опыт общения с большим количеством людей, которые серьезно занимались сновидением. Вот. Кроме того, я на семинар один ходил, я помню, там, одного мастера. Вот там как раз я встретил, вот тоже по сновидению. Вот там я встретил, значит, товарища, который вот про душ про это рассказывал. Что, вот после, говорит, ну, это второе, я два семинара посетил по этой теме у этого мастера. Значит, он говорит, после того, как я вот предыдущий посетил, вот, значит, вот, значит, вот, мне стало легче входить в состояние сновидения, но тяжелее выходить. Я, говорит, под душ теперь встаю, чтобы в себя прийти. То есть, поймите, я не байки рассказываю. Я не очень наблюдал. Поэтому, ну, ну, и потом, поймите, я просто вот уже, как бы, когда основу взращиваешь, к этому сновидению совсем по-другому относишься, возможности другие. И своего опыта, вот, давайте расскажу. Я когда начинал заниматься, там, 20 лет назад, у меня был опыт сновидения тоже, я там из тела выскочил, и, собственно говоря, вот энергии не хватало тогда, и, там, как пьяный себя, вот тело ведет, как пьяное. То есть, его очень тяжело поднять, какое-то бесконечное, такое тянущее усилие, чтобы поднять, переместить его. Потом оно вдруг резко куда-то само прыгает, это тело. Его опять под контроль берешь, оно тут, то есть, это вот такое состояние у меня было, там, 20 лет назад, да, Потом, так скажу, вот, лет через 15 после этого, вот, я занимался, взращивая основу, и, вот, я там тоже в сновидении, там, в состоянии сновидения, не был. Вот. Понимаете, я попав в состояние сновидения, я там летал, как реактивный самолет, у меня там спиральки везде крутились, так здорово вообще. Ну, это основа наработанная уже, абсолютно другое состояние. Вот, как бы, если вы так будете готовиться, пожалуйста, занимайтесь сновидением. Ну, еще раз говорю, что, ну, лет 5 хотя бы потерпите, позанимайтесь, по взращиванию своей основы. Своя изменить, вот это развитие, вот про что я говорю, понимаете? А просто там, это, знаете, это какая-то такая сонная наркомания, то же самое. Вот тут поймите, это не развитие вообще никакое, это деградация. Вот, собственно говоря, по этим причинам, вы можете верить, там, по какой-нибудь Кастанеде, можете не верить. По этим причинам проект Кастанеде был раскручен. Еще раз говорю, подумайте, что это он такую популярность набрал. А вот, кстати говоря, вот этого Пабло Куэлли пытается раскрутить, а такой популярности нет. Вот. Например. Может, не те раскручивают? Да у него, на самом деле, он же больше, у него сказки какие-то понаписаны. А у Кастанеде, вот, я же прямо говорю, что разработан был проект очень четко. Там было описано, ну, так скажем, я больше чем уверен, что индейцы сами, ну, они на самом деле тоже, вот эти же шаманы у них, вот эти. То есть, да, они на этом уровне все, но они по-другому уделяют внимание всему этому, сами индейцы. Потом, ну, если уж вы хотите вот так этими практиками заниматься, вот езжайте в то место, там это все естественно. Живите там с ними, в племени, занимайтесь всем этим. А когда вы в городе начинаете этим заниматься, ну, как-то странно, потом, ну, кожу себе перекрасить, что еще вы, белый человек, будете заниматься краснокожими практиками. Ну, смешно, но так себя упрощать. Ну, как бы, ну, хотите быть на уровне шаманина, ну, как бы, краснокожие практики, даже у китайцев, что-то в практике посерьезнее. Ну, это даже у китайцев практики посерьезнее. Ну, вот вам весь Костановый, пожалуйста. Ну, то есть, ты настоятельно рекомендуешь Костановый не заниматься, не практиковать. Нам это особо не нужно, да, получается так? Есть более интересные, более правильные практики? Нет, вот смотрите, нет, с ним, наверное, можно ознакомиться, он же достаточно легко и интересно читается, просто выводы из этого рекомендуется правильно делать. залипать на нем не надо ни в коем случае. это первое. И второе, надо помнить о тех подробных камнях, которые вас ждут, если вы реально погрузитесь в его практики, в те практики, которые предлагают вам. Так, в принципе, ты же знаешь, любая вещь, она может быть как ядом, так и лекарством, то есть те, у кого достаточный уровень, кто понимает, что из этого можно взять, наверное, это хорошо. Для всех остальных, мне кажется, это в принципе не нужно. У нас, в нашей традиции славянской, есть гораздо более интересные и правильные вещи. Хорошо, вот если уж мы продолжаем тему Кастанеды, то вот Владимир Измитич пишет, обещал написать пару слов про Кастанеду. Вот написал, первое, может помните, Калаврат рассказывал про то, как человек вернулся домой, а дом разгромлен, и человеку нужно было понять, что случилось. Человек пошел к соседям узнать, что произошло. Помните? Если нет, то и ладно. Классно. Работа Кастанеды уникальна по своей сути. Труд, позволяющий взглянуть на события примерно 12-13 тысячелетий давности. Уникальность его в том, что информация подана с точки зрения герметичных групп людей. Второе. Помните, Ивашка говорил, что важно уметь работать с информацией. Своими словами скажу так, уметь принимать информацию, не принимая ее. Естественно, когда человек впервые читает Кастанеду, он погружается в иной мир и тонет, в кавычках, в этом потоке иной информации. Это плохо. Это и есть неумение работать с текстом. Отсюда и наркотики. Кто дочитал книги Кастанеды до конца, тот знает, что кактус, грибы и дурман применялись только к автору книги. Внутри групп наркотики не применялись никогда. И третье. Светлые миры есть. Как минимум, целая глава посвящена тому, как люди могут взаимодействовать с основанием Земли, как живым существом. И даже описано, как видящие протоптали путь в место, где они могли найти временное пристанище в своих путешествиях. Ну и пишу дальше. Дальше он написал следующее. Четвертое с сущностей. Действительно много это объединяется тем, что Вселенная полна сознания. Человек как существо примитивное, как правило, не имеет не только достаточной глубины сознания, но и энергии, чтобы взаимодействовать с сущностями более мощного осознания. Работа с сущностями вопрос энергетический. Ну вот из этого спича следует, что значит прочитав Кастанеду остался жив и на том спасибо. Я это так воспринял. Ну а с точки зрения посыла, что человек существо примитивное, ну наверное каждый может свидеть об этом со своей точки зрения, но мы-то как раз и призываем к тому, чтобы не быть примитивными, а начать разбираться со всем этим ворохом сил, которые представлены во Вселенной, неправильно взаимодействовать и со светлыми и с темными, при этом сохраняя свою целостность и при этом понимая, что вообще происходит, каковы же здесь причинно-следственные связи. А если к самому началу вернуться, ну хорошо, человек пришел и увидел, что думал развален или разрушен и что. Нет, погоди. Значит, что я хочу сказать, что, во-первых, спасибо товарищу, что он так слушает. Владимир Ройзматич. Владимир Ройзматич. Спасибо, что пишет. Значит, да, по поводу наркотиков я согласен, но я в самом начале сказал, что первая книга написана так. Именно первая книга. А проблема в том, что вот, Владимир, вот посмотри на мир-то, посмотри на мир, что случилось. Очень много народу уезжает в Индию и сидит там на наркотиках под видом того, что они приобщаются к чему-то там, к эзотерике какой-то, что-то у них там. Ну вот, пожалуйста, то есть вот те основы, про которые я рассказал, там, или видишь, хоть эти, третий глаз открыть, непременно нужно третий глаз открыть. Или кто-то там сновидением надо заняться, да, кто-то там, я не знаю, с этими сущностями пытается взаимодействовать с неорганическими, да, с чертями. то есть вот этот весь бред, кстати говоря, вот эта айвазка, да, она же распространена, люди и туда ездят, и в Москве можно найти, и в других городах можно найти, ну, в крупных, я уверен, во всех. вот этот ритуал, то есть за деньги ты придешь, тебе как-то со мной наполнить. Вот, под видом, опять же, изотеричных каких-то... Здесь я поточню, Ивашко, это Андрей имеет в виду Ивашко. Нет, нет, я говорю, Айвазко. Айвазко. А, ну, понятно. А здесь просто Ивашко написано. Нет, Ивашко, Андрей, это который правильно научил работать с информацией, но речь идет о том, что мы должны не просто уметь работать с информацией, а чему-то научаться делать потом, потому что мало просто воспринять что-либо. Дальше-то что? Да нет, я понял, просто здесь был вопрос Ивашко, я уточняю для наших радиослушателей, чтобы не путались. Ты веришь про Ивазко? Айвазко. Да, да, это ритуал, когда там из Иоанна, что ли, я сам не пил. Так вот, значит, еще раз говорю, чтобы не говорили, я видел много тех, кто пил эту Ивашко. Я не могу сказать, что они из-за этого развитие стали. Там бывает, что некоторые люди, да, немножко там карму свою развязывают где-то как-то. Это вот бывает у некоторых таких расплетений. Вот. Но развития-то в этом нет, а люди-то в этом во всем развитии видят. Еще раз говорю, Владимир, вот, обрати внимание, как мир-то выстроился с тех пор. Вот они, вот все, вот то, что я перечислил, одни сидят на наркотии в Индии, на легкой наркотии сидят в Индии, под видом того, что они эзотерикой занимаются, развитием им, кажется, они развитием занимаются, они по-другому миру видели. и так далее. Вот тут все, что я перечислил, шаманизм вот этот, ну, обрати внимание на мир-то, вот даже славяне сейчас на шаманизм на этот скатываются, это же беда просто. Вот. Наравидящие эти кругом, видящие эти кругом, это не развитие все, вы поймите, это инструменты для вашего развития, а вы их использовать не умеете, не для своего развития. Худите в круг, рассказывайте всем, что вы видящие от этого. ни одного видящего, вот такой, который вот у Пёта видящий, ни одного видящего, я не видел, чтобы он занимался практиками, чтобы он себя развивал. Они только ходят и болтают кругом. Вот за 20 лет практики, вы поймите, я их много насмотрелся. Ни одного, еще раз говорю, вот я прямо, приходит ко мне человек в группу видящий, там вот какой-то, я говорю, о, вот, говорю, у тебя есть шанс, ты можешь стать первым видящим, который зайдется развитием. Что вы думаете? Больше куда-то, по-моему, никто не продержался. Все сваливают, потому что их видение, оно дороже, чем развитие. Я вам пример развития конкретный привел. Вот у меня был пример с основидением, когда я там вот неразвитый залез в основидении, а когда развитый залез. Это два абсолютно разных состояния. Одно дело, когда у вас энергетики ни на что не хватает, потому что тела неразвитые. И другое дело, когда вы там все можете излетать, по своему характеру с самолетом. В общем, много чего. Вот. Вот это пример развития. Что еще тут можно добавить? Да, самое главное. Поймите, вот то, над чем я опять же боюсь. Дело в том, что современный мир так выстроен, что очень мало людей в состоянии взаимодействия с божественной энергетикой. Это очень тяжело, это смертельно опасно, в общем-то. И очень много людей могут взаимодействовать. Все жалуются, болеть начинают, плохо люди там. Сейчас уже выдерживают, кстати говоря. лет пятьдесят назад, сто лет назад, например, взять, не выдерживали. Как только начиналось взаимодействие, люди умирали. Даже наши, ну, в России, например, да. Вот. Так вот, значит, самое главное, поймите, над чем я пьюсь. если не показаны божественные миры, если по ним никто не рассказывает, тогда люди про них ничего не знают, они упираются в те самые герметичные, так называемые, знания, которые несут себе, вот эти герметичные знания, вы поймите, они несут себе старые матрицы, а старые матрицы перестают работать, это раз, то есть они, ну, не совсем правильно работают на сегодняшний день, это раз. Я ознакомился с некоторыми матрицами, вот, это первое. И второе, самое главное, что когда вы заходите в эту старую матрицу, далеко не у каждого есть шанс выйти из этой матрицы, у вас просто сил не хватит, у большинства из матрицы выйдет, вы там так и останетесь, поклонникам будете, будете свою энергетику этой матрице отдавать. Хотите, пожалуйста, я вам приведу пример такой старой матрицы, опять же, это сетевой проект, который раскручен по миру, пожалуйста, это такое есть, Дарио Салас, посмотрите, я ходил тут к ним в Москве, вы знаете, там у них помещение, достаточно немаленькое помещение, в центре Москвы это денег стоит, уйма, то есть, ну, реально людей кто-то снабжает, сетевой проект, а тоже сидят на герметичном знании, пожалуйста. Ну и последняя реплика, пятая от Владимира, шаманизм, Кастанеда на протяжении всех своих книг не мог подобрать верное название знаниям, которые хотел передать читателю, и только в конце согласился на шаманизм, шаманизм это шелуха, традиция, как и у нас, древняя деревенская магия. Ну мы не спорим, можно назвать это деревенской магией, можно шаманизмом. Да нет, я просто к чему, вы поймите, что если вы будете все время с духами общаться, ну не разовьетесь вы. Мы в этом мире, конечно, чтобы собирать знания, но уровень собирания знаний зависит от уровня нашей развитости. Если вы не будете развиваться, вы так и останетесь там, на уровне там, я не знаю, ну пусть человека, то есть до Аса не дорастет. Ну вот как бы. Обратите внимание, огромное количество ученых, вот они уперлись вроде там в сознание, чтобы понимать, развивать сознание, и они лишают себя способностей, они не видят, не чувствуют других миров, не понимают их. И в итоге они лишают себя возможности собирать вот этот опыт. Собирают только опыт, явного мира. Пытаются разобраться со многими вещами, которые, ну допустим, с физикой явного мира, пытаются разобраться, используя только понятие явного мира. То есть, когда там, ну когда энергетическое поле, они называют материей, они говорят, поле материальное. Это очень смешно просто. Вот. То есть, ограничивают себя, ввиду чего, развитие не идет. еще раз говорю, человек, вот, раньше у нас было воспитание, просвещение, образование. Вот просвещение, оно включает в себя понятие об устройстве всего мира, остается в том числе божественных миров. Если это не включать и не объяснять людям, они вот так, осталось, кто на уровне шаманизма, кто там, ну чуть повыше, кто-нибудь вылезет, два страны, там, да, у Вселенной останется, кто пойдет в светлые миры Вселенной. Опять же, вот ты говоришь, Владимир, ты говоришь, что там... обрыв в связи. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 1 апреля 2016 года, и наконец-то я говорю, что это пятница, а не четверг. Для тех, кто слушал внимательно, те обратили внимание. И 30-й, это по одному из современных календарей. И 30-й день Пробуждения Природы с 1524 лета. Понедельник тоже говорю правильно для тех, кто тоже обратил внимание. То есть 1 апреля незаметно походя вторглась и в наш эфир. Также в наш эфир вторгается сам интеллект, международный интернет, который вовремя нам сказал, что стоп, ребята, пора делать музыкальную паузу. Ну что ж, спасибочки интернету. Сделали музыкальную паузу, насладились хорошей музыкой традиционной казачьей. И напоминаю, что мы разбираем тему практика построения энергетического каркаса, главная следующая Марата и Денис. И хотелось бы уже закончить тему с Кастанедой. И для этого я воспользуюсь тем, что прислал Владимир из Матищ, а он прислал следующее. Шестое. Шестое заключается в следующем, что сейчас докручусь сюда, чтобы видеть. Да, много глав книг Кастанеды посвящены обзору ошибок и заблуждений древних видящих. Да, есть целый пласт информации о людях, которые меняли свое энергетическое тело вплоть до состояния деревьев. Но это подано именно как тупиковый путь. Туда не ходить, там тупик. Вот что сказано в этих главах. Отлично, что мы, как часто бывает, Леша, у тебя на эфирах пришли к согласию. В общем-то и подводим тогда итог. Ну так скажите мне, друзья, что в чате, что главный соведущий Марата и Денис, вот я лично Кастанеду не читал. Нужно мне ее читать, нет? Ее, прошу прощения, нужно мне не читать эти книги? Ну на данный момент такое большое количество книг, и по эзотерике тоже большое количество, что мы сама определились. Что я могу сказать, Леша, что вот, значит, написано увлекательно. Если хочешь увлекательное чтиво на эзотерическую тему, почитай. По поводу того, что там описано, да, там очень много описано, все правильно, единственное, что надо, так скажем, какое-то свое, все-таки, чтобы в этом разобраться, надо какое-то свое изначальное понимание иметь, тогда можно будет сравнить, так скажем, точки зрения автора и свою, допустим, хотя бы. Можно, наверное, почитать темы слушателей, кто у нас собирается путешествовать, еще ни разу не был там в Южной Америке, в Мексике, в тех краях. Ну, интересно, наверное, больше историографически, что ли. Ну, ты, надеюсь, не собираешься бросить эфиры и переехать. Алексей? Куда я собираюсь переехать? Не собираешься надеяться. Я говорю, куда я не собираюсь? Ты меня не попугивай. Ты говори, что я должен, что я не должен. Сразу говори. Я человек прямолинейный. Ты как скажешь, так я и сделаю. Мы надеемся на то, что ты останешься и будешь, как и ранее, возглавлять эфиры. Слушаюсь и повинуюсь, как говорил Джин. Хорошо. Кстати, я же еще забыл сказать, что сегодня у нас, если уж мы говорим, там 1 апреля, и многие шутят там, не шутят и так далее. Я тоже тут пошутил так, мимоходом, с днями недели, что по-современному, что по-старинному, проверял бдительность и увидел, бдетящие люди есть. Так вот, сегодня же еще 1 апреля как-то было принято отмечать День пробуждения Домового. И вот как раз в этот день, когда он пробуждался, он творил всякие безобразия, был чем-то недовольный, его надо было развеселить. И поэтому люди вот встраивали различные шутки, розыгрыши, пляски, танцы, хороводы, друг друга как-то друг другу на другом подшучивали, одевали одежду шиворот на выворот и так далее. Вот отсюда, из древности, это в общем-то и пошло, а потом это превратили в День дурака почему-то. Ну, может быть, это как бы как жили, так и назвали, я не знаю. Но сейчас переходим к другому. И в заключение... Извини, но мне кажется, что из всех неоргаников Домовой самый безобидный. Хорошо, хорошо. Ты как-то так уверенно сказал, есть более безобидные, на мой взгляд, Домовой все-таки, он отвечает злом на зло, добром на добро, и если человек себя ведет как свинья, он как к свиньей поступает. А есть те, которые вообще безобидные. Ну, так вот, Владимир Азметич заключение написал. У меня есть предложение к вам, уважаемые соведущие. Подумайте о существовании цивилизации пробок. Это такая цивилизация, цель которой закрыть доступ людям к знаниям, которые были доступны раньше. Наша современная цивилизация и есть цивилизация пробка, и цивилизация индейцев пробка, и Древний Египет пробка. Просто чудо, как здесь прыгает у меня все, просто чудо, что просочился кусочек знаний из-под пробки, и этот кусочек Кастанеда. Однако всегда есть шанс, что получатель этого знания не сможет им воспользоваться. Почему произошла такая утечка, не ясно. Вы думаете, что это заговор злых сил, проект злых сил? Я так не думаю. Точка. Владимир Азметич. Отлично, Владимир. Отлично. Ну, так вот, я спросил. Если я не прочту Кастанеда, я много потеряю? Или наоборот, мне нужно прочесть, чтобы что-то приобрести? Вот конкретно в лоб. Потому что, как ты так дипломатично в общем все ответил. Но вот касаемо меня, нужно мне читать, не нужно? Ну, вот я считаю, что если что-то полезное почитать, то лучше Ломовцеву почитать. Книга «Ищущим». Она, конечно, написана не так увлекательно. Почитайте, заодно будете знать про этот переход. Там вот, допустим, пятая раса. Если все читать не хотите, почитайте про пятую расу и шестую расу. пятая и шестая раса это авторское название, то есть Ломовцев так это все назвал, поэтому я придерживаюсь этого названия, когда про его книгу рассказываю. Вот я считаю, книга Ломовцева «Ищущим» это полезная книга, которая может сподвигнуть вас на какие-то правильные вещи. А, да, кстати, а если, кстати, увлекательное читило, Денис подсказывает. Да, есть такой автор, который в жанре фантастики пишет, его фамилия Тормашев, наш, отечественный, вот, и у него есть очень хороший сериал, древний. Вот мы очень рекомендуем. Очень рекомендуем, потому что там как раз «Светлые миры» описаны. Нет, не, подожди, там, значит, вот, у него серия книг называется «Древний», и в этой серии книг, книга, которая вышла самой последней, я не помню, как она точно называется, вот она, которая самой последней вышла, там вот очень интересные вещи описаны по «Светлым мирам», про то, что было, и там, извините, Кастанеда рядом не стоит. Еще раз говорю, ну, вы не поймите, ну, черный, он черноушник, вот и все, ну, нет там ничего светлого в этой книге. Вот и все. И как бы, и все, что из этой книги вылезло, это, ну, к славянскому никакого отношения. Ну, то есть это, ну, поймите, ну, хотите быть краснокожими, ну, будьте ими, ну, что вы. Ну, в свое время как-то было в индейцах мода играть, и даже не играть, а люди вот до сих пор живут и строят индейские, типа, поселения, какие-то слеты индейские устраивают на полном серьезе, причем они не краснокожие, это наши бледнолицые братья. Так что, ну, а что вы смеетесь-то, ну, на самом деле. Нет, вот, кстати говоря, серьезная тема, про которую, ну, она не заявлена, но я упомяну вкратце. Дело в том, что мы сегодня живем не в наших образах, вот поймите. И вот кто-то в краснокожих играет, кто-то там в кастанеду играет, кто-то в хоббиты играет, кто-то в бледнолицах, да, кто-то еще в кого-то. Наших образов нет. В этом смысле славянство вот сейчас восстанавливается на уровне там обрядов и шаманизма какого-то, ну, в основном. Я, конечно, на это ругаюсь, но я приветствую восстановление славянства, потому что это наши образы, мы должны жить в наших образах, мы должны слушать в итоге нашу музыку. Понимаете, вот это все. Если мы живем в чужих образах, тогда мы утрачиваем свою суть. Неужели это непонятно? Вот это очень серьезная вещь. И пытаться говорить по-русски. И, кстати говоря, вот был такой завет предков, что надо познавать, значит, чужие обычаи, да? Ну, чужие миры, да, проходя и познавать. Нет, не чужие, а вот именно чужие, как живут, значит, другие народы, да? Как живут другие народы? Ну, иные там, иные народы, да. Да, иные народы, вот, значит, обычаи иных народов познавать. Вот вроде как мы сегодня-то и познаем вот эти обычаи, потому что мы живем в чужих образах. Но дело в том, что сначала надо познать свои образы, а потом на основе того, что у вас построится правильное мировосприятие, вы уже должны познавать чужие образы. Вот основа. А нам все поломали, нам сейчас подсовывают чужие образы, и мы их воспринимаем как свои. Так что... Вот вам пустаны, да, вот вам вот эти вот древние, ну, вот старые вот эти матрицы, все, да, герметичные, закрытые. Сходите к Дарил Саулусу, вам там тоже чужие образы навяжут. Ну, живите у них. Хорошо. Хорошо. Это может быть резко, но как бы... Ну, что есть, то есть, да. То, что проверено. Боль душевную излагаешь. Понятно. Я хочу воспользоваться возможностью и пригласить Тармашева на эфир. Если у кого-то есть выход, пожалуйста, приглашайте. Мы с радостью с ним пообщаемся. Я думаю, что есть о чем нам поговорить и есть что рассказать нашим радиослушателям. Поэтому, если есть возможность, приглашайте, пожалуйста, от моего имени. Буду вам признателен. Так, дальше. Ну, с Константином, наверное, закончили. Я сейчас посмотрю, что здесь еще у нас появилось. Покурив наркотиков, люди опускаются в Нижнюю Навь. После выныривают. Опять покурив, люди опускаются в Нижнюю Навь. И так далее. Образ фильма «Джентльмен удачи». Профессор рассказывает, как в Турции с вараем поступали. Возили по городу в горшке с дерьмом и над ним янычар с мечом стоял и периодически мечом над горшком. Жик! Не нырнул дерьмой, голова с плеч. Так целый день дерьмой и нырял. Так и любители всяких наркотиков ныряют. Это не мои слова, это читатель так написал. Так, и вот, наконец-то, знаменательный ответ Аркуин написал. «Алексей, сегодня уже 31 день месяца пробуждения природы дарят. После 19 часов». Ну, вот, наконец-то, и последнюю, последнюю мою, как так, фенечку отметили. Благодарю тебя. Ну, что ж, переходим к следующим нашим вопросам, которые накопились. В Скастанеде все закрыли? Да, в Скастанеде, наверное, да. Так, теперь у нас вопрос, который под темой заявлено, что мы обещались не оставить без внимания. Вопросы, касающиеся темных и светлых сил в формате завершения выбора при текущей энергетической ситуации. Так вот, что же такое в данном случае формат завершения выбора? Выбор перед кем стоит? Выбор чего? Темные, светлые, это кто такие? Вот давайте разберем эти термины и будем дальше под тему разбирать. Давайте, да. Дело в том, что если мы возьмем опять же ту же самую предысторию, то надо понимать, что раньше было два мира, так скажем. Один мир это Тикерборея, древняя Ведическая Русь и второй мир это Атлантида. Опять же, вот про Тикерборея обратите внимание все-таки, ну, в последнее время стали больше говорить, а до недавнего времени говорили очень, практически не говорили, а про Атлантиду говорили все, и как раз вот про Атлантиду говорили, как про землю, откуда все вот эти вот артефакты произошли, где вот такие, вот такую, высокую развитие было, все такое. То есть, все приписывают Атлантиде. Значит, вот происхождение темных, откуда они взяли, все были светлые изначально, то есть, это вот дети богов, которые прилетели сюда, чтобы, ну, как бы воплотились, кто-то прилетел там, потом воплощались здесь, вот, в дальнейшем, чтобы, собственно говоря, проходить уровни развития в мирах Яви, ну, и Нави, конечно, вот. Значит, что произошло с Атлантидой? Вот Атлантида, она сделала упор на взращивание собственной силы. С одной стороны, силовой параметр, он всем необходим, вот, но с другой стороны, я вот рассказываю про треединство, это взращивание, вот наша задача это взрастить силу, ну, то есть, это дух, душу и сознание. Вот дух, он опирается на волю, воля опирается на силу, и силу надо взращивать, да, чтобы дух взращивать, в итоге. Дальше, душа опирается на любовь, благость, вот, ну, а сознание, это, собственно говоря, опирается, с одной стороны, на дух, как на силовой уровень, потому что, чтобы что-то познать, нужна сила, вот, а с другой стороны, опирается на благость, любовь, чтобы сохранить, ну, как бы, как это объяснить, чтобы остаться живым, да, потому что, что происходит с демонами, они взращивают силу, не взращивают душу, и в итоге они становятся все такими математиками, математический ум, такие компьютеры все, то есть они много чего понимают, но они не понимают сути жизни, они утратили суть жизни, не понимают, что такое жизнь, поэтому им никого не жалко живого, им там какой-нибудь, я не знаю, ноутбук дороже, чем человек, который рядом стоит, вот, то есть вот сознание, оно опирается, чтобы быть полноценными, оно должно опираться и на силу, и на любую благость, да, вот, и дальше, собственно говоря, инструмент возвращения сознания, это совершенствовать внимание, совершенствовать удержание внимания, вот, отсюда уже тогда будет возможно и понимать какие-то вещи, и знать, и осознавать, да, ну, как бы это вот так вот вкратце, вот, значит, можно будет к этому вернуться, когда про каркас буду рассказывать, если, ну, как бы если сложится, тогда что-нибудь про сознание еще расскажу, так вот, значит, в Атлантиде решили сделать упор на силу, то есть вот этот демонический путь начался у них, они отвергли понятие любовь, благость, сострадание, милосердие, оперлись на силу, и, собственно говоря, отсюда и главный их закон, что, значит, если ты сильней, то ты прав, принцип силы, который, собственно говоря, в мире на сегодняшний день распространен, то есть, по сути, вот тот мир, в котором мы сегодня живем, это мир, который построили Атланти, ну, изначально там, они, конечно, там была битва, они потерпели, значит, поражение, вот, но в дальнейшем они все равно распространили свое влияние, ну, это общекосмический процесс, это понятно, почему мир на сегодняшний день простроен по их принципам, а не по нашим, потому что это общекосмический процесс, и мы просто утрачивали свои возможности, а они свои не утрачивали, почему? Потому что наши возможности более совершенные, с одной стороны, с другой стороны, более сложные и требуют другой энергетики, так скажем. А их возможности, они более простые, то есть они ограничены миром Вселенной, им божественная энергетика в этом смысле не нужна. Значит, что произошло, откуда темные-то появились? Вот они, когда отказались от взращивания души, то они начали утрачивать свой спектр светимости, и у них в спектре светимости начал отсутствовать, ну, например, золотой цвет, или, например, там такой желто-красноватый, ну, все равно золотой, как бы красноватый, вот эти цвета отсутствуют, которые непосредственно связаны с божественным огнем. У них может быть белый цвет такой вот в спектре, ну, еще раз говорю, там, он уже, вот тут надо понимать, да? Потом, что у них синий цвет может присутствовать, электрический какой-то, вот такой, как электрический разряд, да, вот отсюда и белый может быть. Но это вот, как бы, уровень Вселенной все-таки. И дальше что происходит? Как только они утрачивают часть своей светимости, ну, кроме того, затемняются, конечно, да? Вот, когда происходит затемнение полное, они становятся абсолютно темными, да, уже не светятся совсем. Но есть те вот, ну, например, гемоны высокого порядка, они могут почиститься, тьму убрать из своего поля. А дальше у них остается все равно более узкий спектр светимости. И ввиду вот этого узкого спектра они не могут пройти в божественные миры. Ну, потому что, вот, как бы, причем в определенные светлые миры, которые находятся внутри Вселенной, они могут попасть. Ну, мощные, особенно мощные из них сущности могут попасть. Ну, там, как бы, они жить не будут, конечно, они уйдут. Вот, но зайти могут. А вот в божественные, допустим, пройти совсем не могут. И дальше им нужно восстанавливать. Вот, если они восстанавливают свою систему до полного спектра, тогда, значит, они могут пройти в божественные миры. Но, чтобы восстановить им, нужно душу взращивать ночами. Вот, вот отсюда и пошли темные. То есть, первое, темные, это непосредственно те, которые затепнились до того уровня, что они перестали светиться, а другие темные, которые продолжают светиться, но спектр осветимости не хуже. Вот, как бы, про темных, что можно сказать. Хорошо, что сказал. Да, Алексей, извини, можно проиллюстрировать, ну, наверное, из известного, что вот ярким представителем атлантической традиции является товарищ Зеланд. Вот, трансерфинг реальности, это как раз вот в чистом виде продолжения вот этой линии. Вот, это для того, чтобы было понятно. Ну, а в Гиперборейской, например, пишет Сидоров, которого все наверняка читали, знали. Старается соблюдать. Хорошо. Так, значит, про темных, светлых поговорили в формате завершения выбора про текущую энергетическую ситуацию. Итак, выбор. Перед кем он стоит? Перед нашей Землей? Перед какими-то сообществами? Или перед каждым человеком вообще? Ну, я бы здесь вот хотел сосредоточить внимание на том, что вот все-таки каждая сущность космическая, она отвечает за себя. Вот сейчас такой уникальный момент, что вот момент выбора, да. Вот каждая космическая сущность сейчас отвечает прежде всего, прежде всего, за себя. Вы можете, например, не заниматься собой, а, к примеру, заниматься там, закачивать энергетику на Землю, например, да, чтобы Земля там, чтобы более светлой стала. Ну, вот еще раз говорю, есть такие группы, я просто, я много кого видел, пока вот сам развивался. Есть такие группы, которые вот этим занимаются непосредственно. Но дальше что происходит? Дальше происходит следующее. Если вы собой не занимаетесь, но делаете какие-то благие дела, да, благие дела надо делать, конечно, но про себя забывать не надо. Так вот, если вы собой не занимаетесь, но делаете благие дела, тогда вы нарабатываете себе то, что называет благоприятная карма. Ну, поскольку вы благие дела делали, а сами как-то вот не выросли, да, не развились там, ничего особенного у вас не изменилось, То есть, вот там есть технические параметры, так скажем. Если вы становитесь более развитым, у вас должно быть и более совершенное тело, ну, все тела, да, все тонкие тела ваши должны быть более совершенно построены, если вы более развитым становитесь. А если вы этим не занимались, то, собственно говоря, у вас ничего и не меняется. Вот некоторые думают, что меняется. Но это на самом деле иллюзия, как правило. Вам могут сверху поменять, конечно, но надо понимать, что-то вам сверху поменять, такой подарок вам сделать. Но все-таки, это, конечно, все хорошо, этим можно пользоваться, но лучше все-таки, если вы сами в состоянии себя развивать. Вот. Значит, если вы нарабатываете благоприятную карму, тогда что происходит? В следующем воплощении вам будут попадаться люди, которые вам будут, там, способствовать вашему развитию, так скажем. Вот. Ну, видите, как это все-таки вот как бы через шаг действия. То есть, поэтому, конечно, наиболее быстрый путь, это когда вы и собой занимаетесь, и какие-то благие дела делаете. Вот тогда это наиболее полноценно получается. Ну, то есть, в первую очередь, получается, необходимо, опять же, трудиться над собой, потому что эта жизнь закончится, физическое тело отпадет, как некая ступень ракеты, а дальше, с чем вы останетесь, вот вопрос-то более важный. Что вы там-то с собой принесете? Чем вы будете там располагать? Что дальше будете применять? А говорить о том, что я тут мир спасал, я тут революции устраивал, и так далее, ну, здорово, конечно, а сам-то что наработал? Сам-то что сделал? Выходит так, да? Да, да. Хорошо. Ну, что ж, по просьбам наших слушателей, как говорится, по просьбам трудящихся на нашей радиостанции поднимается вопрос о КОБовцах, концепция общественной безопасности. Вы специально эту тему решили затронуть, и в связи с чем вдруг решили затронуть? Сейчас, подожди, Алексей, а можно я еще немножко вот расскажу про миры? Ну, давай, 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 КОБ подождет, я понял, давай. Леш, перед паузой время есть? Нет, у нас уже перед паузой времени нет. Тогда давай паузу. Тогда давай паузу. Ну, что ж, давайте тогда музыкальную паузу объявляю, и силой воли управляю пальцем, нажимаю на мышку. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 1 апреля 2016 года, пятница на современном календарике, на одном из современных календариков. И 31 день пробуждения природы, 7500, 24-го лета, понедельник на одном из старинных. Шутить закончили, шутки кончились. Дальше продолжаем говорить о серьезном. Практика построения энергетического каркаса. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий Марат и Денис. Что вы там хотели еще-то перед музыкальной паузой интересное такое рассказать, вернувшись назад на шаг? Да, я вот еще про темных и светлых хотел сказать, что еще такой вариант встречается, что есть светлые с незакрытым темным прошлым. То есть человек сам по себе светлый, дальше ввиду наработки опыта он зашел в темные миры, темными делами занимался, в каких-то воплощениях. И у него осталось темное прошлое. То есть он имел что-то ввиду своих занятий темными делами, он какую-то выгоду для себя имел. И у него остался такой незакрытый долг перед темными. Сам он светлый. И вот есть такой вариант, и в частности встречается следующее, что светлый человек с незакрытым темным прошлым начинает работать на темных, потому что он должен долг закрыть. Еще что можно сказать? Еще, значит, про различные локи хочу сказать, тоже кратко так. Значит, вот смотрите, разница между локами и божественной иерархией, что божественная иерархия, это понятно, в том, что в локах все наработки отдаются главной сущности, и все решения принимает она. Отсюда, собственно говоря, и обращение с молитвами. То есть вот они очень любят молиться. Обратите внимание, те же кришнаиты, допустим, вот они все время славят своего Бога. Все время там, или, к примеру, в религиях очень вот любят молиться, с просьбами обращаться. Почему? Да потому что они, собственно говоря, все свои наработки вот этому, своему Богу отдают. То есть вот он самый главный, он, значит, все рассудит, он такой справедливый, и так далее, и тому подобное. Вот как бы, есть такой вариант, тоже встречается, надо понимать, что вот там есть и темные, и светлые, и, кстати говоря, сущности, и попадают в такие вот блоки. Ну, кришнаиты, очень, кстати говоря, наглядный пример. И вот, пожалуй, вот все, что я... Да, ну, еще по блокам можно сказать, что вот если человек работает в блоке, то, собственно говоря, он... Ну, это тоже по... Что там происходит? Там тоже происходит следующее, что у человека, как правило, ну, допустим, с кришнаитами, вот я просто сталкивался на этот пример и отсмотрел. То есть у человека были там какие-то серьезные промашки. Ну, например, там наркотики, там дела какие-то неправильные, убивал кого-то, там, воровал и так далее. Я имею в виду не в этой жизни, а вообще по прошлым жизням. Вот. Вот таким образом опыт собирал. И насобирал опыт такой темный, до такой степени, что, в общем-то, он шел или на разоплощение, или в чистилище очень глубоко уходил, и ждали его там сильные мучения. Вот. Приходил кришна и предлагал защиту. То есть там вот такой принцип, что, значит, Кришна предлагает защиту, то есть этот человек не попадает в чистилище, он остается в его мире, но все, как бы, свое он отдает Кришне за это. И начинается череда воплощений этой сущности в блоке Кришны. Вот. Достаточно много жизней уходит на это. Ну, и, собственно говоря, Кришна становится, по сути, хозяином вот этой сущности на достаточно длительный период. И там идет развитие, собственно говоря, Кришны, а не этой сущности как таковой. Эта сущность развивается только тогда, когда ей позволяется сверху развитие. То есть если Кришна позволил этой сущности развить, тогда сущность развивается. Если не позволил, она не развивается. Она там что-то выполняет. Но надо сказать, что все-таки у Кришнаитов это все-таки такая светлая лока, и у них более-менее там нормальные принципы взаимодействия. А есть же различные темные вещи, будем называть, достаточно известные люди. И там совсем жесткие принципы взаимодействия. Там вообще развиться нет никакой возможности. А если человек работает не с локами, а с божественной иерархией, там совсем по-другому все. Там, собственно говоря, свобода выбора есть, опять же. Возвращая от локи в локах, свобода выбора нет. Особенно если ты в нижних рядах этой локи состоишь. Повыше там какая-то свобода, конечно, появляется. Ну, не особо тоже. Ну, вот, наверное, вот как бы все, что я хотел на эту тему. Про темных и светлых, да. Понятно. В общем, обидел Кришнаитов, прошелся по Кришнаитам. Ну, ладно. Давай теперь посмотрим, что же ты скажешь о мной уважаемой концепции общественной безопасности или, как здесь написано, пара слов о Кобовцах. Будешь ли теперь на них наезжать? Кастанеды, понятно, разобрались, пух и прах с Кришнаитами тоже. Что скажешь о Кобовцах? Алексей, это мне напоминает чей-то рассказ о том, как Жириновский приходит, выступает на «Эхо Москвы». Он пока идет в студию, ему говорят там, Владимир Вольфович, вот такая вот тема. Он говорит, отлично, а мы за или против? Ты нас сориентируй сразу, мы за или против? Ну, надо было как-то нам, когда мы в студию шли, ориентироваться-то. На самом деле, я честно скажу, мне не интересно на кого-то наезжать. Я просто там со своей позиции отсматриваю. Со своей колокольни стреляю, да? Ну да, у меня есть, так скажем, определенный, ну, это мой жизненный опыт, наработанный в связи с практиками. Вот. Еще раз говорю, подчеркиваю, в связи с практиками, то есть не просто я жил, а я 20 лет практиковал. Так вот, в связи с этим, просто вот смотришь на людей, ну, там, по тому же Кастанеде, да не ругаю я ни Кастанеду, ни тех людей, которые этим занимаются. Мне, честно говоря, вообще все равно. Хотят заниматься, пусть занимаются этим. Я, собственно говоря, какие полномочия имею? Я не имею полномочий их всех вытягивать. У меня есть полномочия им рассказывать. Вот я рассказываю, а дальше они по своей выводу делают. Хотят, любят они этого Кастанеду. Да на здоровье. Вот. И в этом смысле я его не ругаю. Ну, существует вот такая вещь, да. Я же не просто про Кастанеду. Я сделал небольшой обзор. Я показал, что есть другие матрицы. Я показал, в связи с Кастанедой, что в мире произошло, в мире эзотерики. Чем люди, на что они уперлись. Посмотрите. Ну, как бы, хотите их, пополняйте их ряды. Не хотите пополнять. Значит, обратите внимание на что-нибудь другое. Ну, вот. То же самое с кришнаитами. Ну, что на них наезжать? Ну, в чем-то они хорошие ребята. Ну, в чем-то, ну, для меня, как бы, мне у них свободы мало, честно скажу. Я, мне предлагали в эту локу вступить. Не на уровне там, организации, да, про китайцев, членов. А на энергетическом уровне у меня было общение. Вот. Мне предлагали, с самого верху, мне предлагали вступить в их ряды. Вот. Ну, я сказал спасибо, мне это не интересно. Нет, ребята, демократы, только чай, как пил Высоцкий, да? Да. То есть, я честно скажу, я вот, как бы, не ругаюсь на них. Меня правильно поймите, я просто рассказываю про, вот, как бы, это мой опыт жизненный, я на работе был, я делюсь, вот и все. Ну, хорошо. Итак, переходим к теме КОП. Да. Давайте про КОПовцев. Концепция общественной безопасности. Да, я с ними общался, и, честно скажу, я хорошо отношусь к определенным людям в этом движении. Я лично знаком, так скажем. Вот. Опять же, про концепцию, там, свое время, концепция, я мало очень знаком с ней. Ну, там, как бы, поверхностно, да, там, лекции послушал генералу Петрова. Некоторые говорят, что там, оказывается, что далеко не все лекции слушали генералу. Вот я послушал лекции генерала Петрова. Вот. Значит, про Петрова хочу сказать. Я не был с ним знаком, очень хорошая личность, очень светлая. Вот генерал Петров, ну, вообще, как бы, ну, уважение вызывает человек. честно скажу. Вот. Значит, я вот эти лекции послушал, и концепция, да, она мне помогла в свое время, там, ну, это было лекистами назад, вот, разобраться в некотором, так скажем, в политическом устройстве мира, да, ну, так скажем, да. Вот. Поэтому, опять же, я не собираюсь там как-то наезжать на концепцию. Наоборот, я вот хотел сказать, что, в частности, ну, просто, может быть, не все знают, есть такой Кобовиц, аналитик Пякин, Пякин фамилия, Валерий Пякин. В интернете можно набрать, посмотреть. Если вас интересует аналитика, события каких-то, он по... Именно в политическом среде. Да, по вторникам. Каждый вторник его выкладывают, и он по миру дает, значит, вот. Я вот очень, очень много в чем с ним согласен. То есть, я тоже так его слушаю и, так скажем, свою аналитику провожу, сопоставляю события и то, что он говорит. Я очень много в чем с ним согласен, честно вам скажу. Полезно послушать, посмотреть его, послушать, и вот это тоже Кобовиц. Значит, единственное, что в конце каждой программы он говорит, что вот если вы хотите разбираться во всем этом, вы должны читать Кобовские книги. Толстые книги он дополнительно. Да. И вот здесь вот, как говорится, кроется, значит, ну, собственно говоря, главная загадка, главная интрига этой программы, то, что он дает очень неплохой анализ. Вот. И, собственно говоря, вот он делает вот такое заявление, а дальше к нему многократно уже приходили вопросы от внимательных слушателей, что вот я вот там эти книги читаю, но я не могу делать такой анализ, какой вы делаете. Не получается. Он говорит, нет, нет, вы читаете, вы читаете книги. И здесь вот я хочу раскрыть, значит, глаза товарищам, которые смотрят Пятин, вы поймите, что, значит, вот есть Пятин, есть другие аналитики, например, Фурсов, или, например, Стариков, ну, Стариков, да, или, например, Перетолчин. Да, вот, обратите внимание, тоже вот есть такие аналитики, Фурсов, Перетолчин. Значит, если вы посмотрите внимательно Фурсова и Перетолчин, и если вы посмотрите Пятина, вы увидите очень большую разницу, которая заключается в том, ну, это просто, ну, мне лично в глаза просто бросались. Видно, что Фурсов, например, работает сам, сам отслеживает. У них там небольшая компания, вот тут же Перетолчин, это вот тоже его товарищи. Они между собой отмениваются какими-то там мыслями на тему вот этого всего происходящего. Вот. А Пятин, он, с одной стороны, конечно, сам делает, но, с другой стороны, я вам сейчас скажу, на него очень много людей работает, которые им просто вот эту информацию дают. То есть, вот эти данные по миру собираются и ему говорят, вот такое событие произошло, вот такое. И дальше, там, видно, в кругу они где-то обсуждают. Вот, как бы, в этом весь секрет. И я понимаю, что если Пятин напрямую об этом спросить, он об этом, конечно, не скажет. Вообще, как бы, я считаю, он хорошее дело делает, полезный человек. Единственное, что, ну, вот он, как бы, ввиду этой программы, он изо всех сил, значит, рассказывает про книги Купша, их надо читать. Тоже, в принципе, полезное дело. Вот. Ну, про книги Купша тоже хочется еще сказать, что они написаны, ну, как бы, не в человеческом языке. Ну, не по-русски они написаны. Ну, само название концепция, там, ну, общественной безопасности, там, да. Дальше там. Достаточно общая теория управления. Достаточно, да, потом, значит, предиктор какой-то, да, там, в общем, у них такое количество вот этих слов непонятных, которые нужно где-то изучать и понимать, что они имеют в виду под этим. Вот. И в этом, как бы, сложность. Очень хочется, если к области слушать, очень хочется обратиться к вам, слушайте, пишите по-русски. Ну, что ж вы, это как свой мир какой-то, как у ученых. у них вот, я же с этого программы начинал, что давайте по-русски говорить. Неужели, чтобы казаться умным или чтобы придать дополнительный вес, обязательно вводить иностранные слова в свое, там, произведение, в свою статью. Это же кошмар какой-то. Вот. Они же сами себя перестают понимать. Кроме того, мы с Денисом сходили тут на собрание московской партии. КПЕ, это не совсем собрание было, это как бы там занятие. Занятие было, вот это вот занятие, где они разбирали какие-то труды. И до смешного дошло, что когда они вот сидят, ну, это все при нас происходит, они сидят и говорят, а вот давайте будем считать, что вот это вот понятие, вот термин, который мы вводим, что оно означает вот это. Причем это понятие, какое-нибудь слово, ну, например, маневр, да. Слово маневр. Давайте примем, что оно означает вот это. И все, о, давайте примем. На что я им говорю, ребят, слушайте, вы же не на себя работаете, вы работаете на всех. Вы между собой, конечно, можете договориться о чем угодно, но людям-то будет непонятно, с чего это вы так решили. И говорят, давайте как-то по-другому. Они, нет, нет, вот мы принимаем вот так. Ну, вот надо понимать, что если люди так поступают, то они обрекают себя на то, что большая часть граждан просто их понимать не будет, движение не будет популярностью пользоваться. Собственно говоря, чего мы и видим. Они ожидали достаточно большой популярности, когда все это начиналось, там, Ефимов начинал выступать, Зазмобин, Зазмобин, да, вот когда они начинали, давно было. Вот. То есть это больше десяти, это лет пятнадцать, даже больше. больше. Они ожидали, что со временем это все приобретет очень большую популярность. Но если писать вот на таком птичьем языке, вот, ну, не примет это народ. Просто вот это надо понимать, что, собственно говоря, мы увидели, время же показало. Это первое. Второе, что я увидел, что они настолько глубоко начинают изучать свою вот теорию, вот эту вот, концепцию общественной безопасности, что они перестают изучать что-либо вокруг. Как только вы замыкаетесь в чем-то своем, ну, поймите, это как бы, это ваш внутренний мир. Если вы не изучаете ничего вокруг, то у вас складывается специфичная картина. И тот же генерал Петров говорил про то, что одна голова хорошо, а несколько там лучше. Потому что вот я, думаю так вот и вижу вот, смотрю в одну сторону и вижу вот, соответственно, а другой думает иначе и смотрит в другую сторону. Если мы между собой отменяемся, у нас будет более полная картина, чем у одного человека. Тот же генерал Петров про это говорил. И вот молодое поколение наступает на тишу самой грабли. Просто смешно. Вот только концепция. Они прямо так и говорят, что вот в концепции все сказано. А концепция на эту тему говорит вот это. А что концепция говорит на эту тему? Ну-ка давайте поищем. И вот это, понимаете, это становится таким вот, каким-то фанатизмом от этого пахнет. Это религия. Понимаете, это становится религией. И еще вот, извините, вот Зазнобина я все-таки поругаю. Он на своих лекциях прямо так говорит. Я вот встречаю товарища, я хочу понять, что это за товарищ. Я ему задаю сразу, я практически пойму текст, я цитирую. Зазнобин говорит, я задаю этому товарищу сразу вопросу. А как ты относишься к концепции общественной безопасности? Исходя из этого, я понимаю, что это за товарищ. Вот представляете, это же религия. Неужели вы, вот, коповцы, неужели вы сами не видите, что вы превращаетесь в внутреннюю такую религию, между собой, какой-то у вас, фанатизм вот этот присутствует. Вы далеко так не уедете. Извините, ваше движение сдуется со временем. А очень жалко, честно скажу, потому что там... Много хорошего. Ну, во-первых, да, много хорошего. Во-вторых, там достойные люди. И причем и молодежь вот эта достойная. Там, знаете, вот мы когда пришли в этот партию, там как Тимур и его команда, вот они работают. Ну, реально люди трудятся. И очень жалко, что у них такое узкое мировоззрение складывается. Ну, концепцию хотите изучать, изучайте, но посмотрите и рядом, что есть еще. Нельзя себя зажимать-то. Ну, вот по кубусу, что хотел сказать. Наверное, надо добавить, что любая теория, она мертва без практики. То есть, к сожалению, за все эти годы они сложили достаточно общую теорию управления, но не сложили достаточно общую практику. То есть, с помощью которой эту теорию надо оживить. И в этом смысле, вот опять сейчас будем занудничать, но там практиковать надо, практиковать, иначе это будет мертворожденным знанием. То есть, другими словами, насколько я вас понимаю, всем хороша теория, но на практике она себя никак не показала, вернее, не дала каких-то положительных результатов. Правильно я понимаю? Не, почему? Она дает положительные результаты, но еще раз, это результаты скорее с точки зрения политпросвета, да, там вот как раньше были, эти политинформации, да, это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, значит, ну, чем сильна любая теория? Тем, что должны быть некие подготовленные кадры. Покажите хоть одного кадра, который научился управлять, изучив толстые книги по ком. Вот прямо стал грамотным, квалифицированным управленцем. Как правило, ведь у людей просто может скрыться то, что было в прошлых жизнях, значит, вот, а в этой жизни, там, прочитав толстую книгу, вы от этого управленцем не станете ни в каком виде. Ну, подожди, у них, во-первых, я по чату сейчас смотрю, и меня упрекают, что я не отвечаю вам. Во-первых, все-таки, когда мы говорим про сухость языка и много иностранщины в писаниях концепции общественной безопасности, то здесь написано, что, ну, в чате, о том, что они писали эти книги «Мертвую воду» для того, чтобы ознакомить элиту. А элита в те времена вся мыслила вот этой иностранщиной. Это первое. И второе, что все-таки у них был такой посыл, вот мы вам дали эту теорию, дали инструмент, а теперь вы должны уже на местах внедряться во власть и изнутри поправлять ситуацию, я не употребляю слово разрушать, исправлять ситуацию изнутри, перехватывать власть и становиться той новой элитой, на которую сейчас с надеждой смотрит весь мир. Алексей, ну, тут, мне кажется, есть некая логическая противоречия, потому что, если это писалось для элиты, то не было необходимости печатать там огромным тиражом книги, делать вот такую партийную структуру, грубо говоря, с ячейками. Ну, сделали бы закрытый доклад и разослали бы между членами элиты. А с другой стороны, опять же, если ребята говорят, что надо готовить каких-то новых членов, которые войдут в элиту, значит, все-таки это не для элиты, а для народа. Ну, хорошо, тогда можно перефразировать, что писалось просто для людей, которые в те времена очень увлекались иностранщиной. И многие слова, такие как манагер, там еще что-нибудь, логист и прочие, они были популярны. Позволь мне согласиться, это появилось, мне кажется, еще до распада Советского Союза. Вот, по крайней мере, первые наработки были. И у нас тогда не было такого засилия иностранщины, которое, собственно, случилось в 90-е годы. Согласен. А первые книги, которые в большом количестве стали выходить, когда они стали появляться? Когда коп стал мелькать во всех телеэкранах, в кавычках, в Ютубе и так далее? Ну, наверное, в начале 90-х все-таки. Потому что генерал Петров, он, ну, не до Советского Союза появился, хотя в те времена до Советского Союза интернет-то особо не было, здесь тоже трудно так. Генерал Петров, пока служил, был генералом, он, собственно, не был известен как человек, который дает коп. Но это, наверное, больше надо слушать или спросить, особенно тех, кто следят за этим, либо сами являются сторонниками движения. Наверное, они нам подскажут. Во всяком случае, генерал Петров, когда уже перед смертью последнее его обращение было о том, что именно за нашим будущим наше будущее, за нашей, вернее, древностью наше будущее, о том, что нам надо обратить внимание на свои устои, и говорил он это стоя с посохом, имея жреческое некое посвящение, имя славянское, и одетый был все-таки в народную рубаху со всеми обережными вышивками и так далее. К большому сожалению, обережные вышивки ему не очень помогли. Да, но ты знаешь, все-таки мы уже говорили об этом, что есть некие наработки, которые приходится отрабатывать, и не только из прошлой жизни, но и если в этой жизни уже что-то успел понаделать, то, к сожалению. Вот, здесь продолжают поступать к нам вопросы, вот один из вопросов такой, в личку мне идет, я поэтому не называю, кто задает этот вопрос, подскажи, пожалуйста, в двух словах, а кто эти Денис и Марат, я впервые их слушаю, и, может быть, интернет-ресурс какой-то о них, у меня был к тебе такой вопрос, я помню этот вопрос, и отвечает человек, который мне лички написал, поэтому я его берег на будущее, но если ты уже второй раз его задаешь, то, пожалуйста, я его озвучил. Кто же вы такие, Марат и Денис, и какой у вас интернет-ресурс есть, где бы можно было посмотреть о вас? Интернет-ресурс – это наш сайт, который называется mudra.ru, мудра английскими буквами через Y, вот, значит, ну, послушать нас, мы, по-моему, уже не первый эфир проводим на радио, поэтому можно, наверное, к старым записям обратиться, если вы не смогли сразу набрать mudra.ru, просто зайдите у нас на сайте, есть друзья, и там есть в списке друзей сайт mudra. Так, на этот вопрос я ответил. Что еще мы сейчас будем обсуждать? По КОБу прошли, если будут какие-то уточнения, вопросы, я их буду озвучивать, потому что, так чувствую, тема затронула наших радиослушателей, и вопросы я сюда накопил, и, походу, я думаю, все равно к нему мы к КОБу вернемся. Насколько я понял, чтобы в завершении уже по КОБу закончить, что это хороший инструмент, который дает очень, ну, на мой взгляд, правильное представление о жизни, которое надо просто верно, правильно использовать, но который, судя по тому, что сейчас сказали наши уважаемые соведущие, это все-таки не стало практикой и не стало практическим действием. А вот почему не стало? Из-за того, что это просто был теоретический такой шаг, или потому что просто людей не подготовили, школы не было, которые готовила бы, или потому что теория где-то в чем-то ошиблась, вот этот вопрос, наверное, пока остался не раскрыт. Можно раскрыть. Дело в том, что если, ну, я просто вижу энергетику людей, я вижу уровень, и я могу сказать, что все, кто стоял во голове, собственно говоря, ну, вот у них недостаточно, так скажем, уровня, чтобы заниматься управлением как таковым, ну, до определенной степени, конечно, не все управленцы, вот здесь, ничего не скажешь, а надо понимать, что, собственно говоря, управление как таковое, управление само по себе, это, ну, научным языком говорить, это функция развитого центра головы, вот этот центр головы должен развиваться, ну, вот я когда про каркас буду рассказывать, это одна из сил, которые человек в состоянии овладеть, энергетическая сила, вот, и, собственно говоря, если центр головы развит, человек просто, ну, как это выглядит, он начинает стягивать пространство на себя этим центром и создает напряженность, напряженность, которая, ну, то есть, это вот трудно объяснить словами, но человек, который умеет это делать, он как бы знает, что он делает, то есть он создает такую напряженность, чтобы формировались определенные события, вот, собственно говоря, как управление это выстраивается, значит, там присловой уровень, когда будем говорить, я там, вот, обращу внимание, это одна из сил, и, если просто читать книги, то вы не овладеете этой силой, и, если ее у вас нет, ну, вы будете там каким-то, ну, управленцем средней руки, так скажем, но не выше, вот, вот как формируется управление, а не за счет чтения, то есть, еще раз, то, что про что Денис говорил, то есть, если человек развитый, пришел к ним, почитал эти книги, он может стать управленцем, а если не развитый, ну, не развитая у него эта сила, он пришел, почитал книги эти, он все равно, он так и будет бегать, знаете, как троечник, он будет все время сверяться с какими-то справочниками, вот он все время в этот коп будет нырять, он будет смотреть, а что коп говорит, как коп отвечает на этот вопрос, что он говорит по этой теме, это будет бесконечное ныряние вот в этой Талмуде, ну, вот это то, чем ученые страдают наши, тут надо понимать, потом, у коповцев, опять же, поймите, вот еще вот такой пробел, я же, у меня было выступление перед ними одно, я им на этот пробел указал, но, как бы, может, не дошло как-то, не знаю, может, я не так указал, значит, дело в том, что у них вот эти вот шесть приоритетов управленческих прописаны, и у них заканчивается все на мировоззренческом приоритете, значит, а я им показал, что мировоззрения, опять же, разные, и, значит, если мы не объединимся на какой-то основе, то, собственно говоря, мы так и будем спорить, как вот на сегодняшний день, допустим, на историческую тему постоянные споры идут, ну, просто постоянные, да, вот, то, что там их идеологически есть приоритет, по поводу идеологии спорют, кто-то говорит, вот, либерализм, вот, должен быть, там, демократия, да, кто-то там, коммунизм, сейчас марксизм будет притаскивать, опять вот, попытки, по крайней мере, уже есть. Давай сейчас мы остановимся на этом, что вот на какой основе нам объединяться, потому что музыкальная пауза подошла, а я просто зачитаю реплику Ингвария, с другой стороны, я помню, видел ролик, где Петров называл колората и прочих иностранным проектом, было или нет, да, я тоже этот ролик видел, было, тогда он сидел еще в генеральской форме, но тогда он был живой, здоровый, все было хорошо, замечательно, и, видимо, на то были какие-то у него мысли, а закончилось, так говорю, чем? Закончилось тем, что он стоял в поле, в кругу своих соратников, в русской обережной одежде, у него было звание волхва, посвящение волхве, он стоял сам, национальная русская одежда с оберегами, у него был посох, и он говорил уже, будучи, ну, недалеко, скажем так, от своей смерти, он говорил такие слова, что нам нет другого варианта, а вот на какой идеологии, на какой основе объединяться, вот об этом поговорим после музыкальной паузы. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио, напомню, что по одному из современных календарей 1 апреля 2016 года пятница или 31 день пробуждения природы 7500 до 4 лета понедельник. Кстати, пробуждается природа, это понятно, но еще и пробуждение домомого в этот день празднуют, и в связи с этим все шутки, розыгрыши, они вот с тех пор, как начали праздновать этот праздник, и отмечаются, и приветствуются. Практика построения энергетического каркаса такова тема сегодняшнего эфира, главные соведущие Марат и Денис, и мы остановились на том, а на какой же все-таки основе надо объединяться. Ведь понятно, что если мы говорим КОП, то там больше был на ислам, такое направление на ислам, Коран, изучение Корана, там очень много все написано. Если мы говорим про какие-то другие течения, там у кого-то, вот мы уже касались, кто-то буддисты, кто-то там еще что-то, кто-то вот Кришнариты сейчас, некоторые говорят, что вот именно то христианство, которое сейчас есть, это наше спасение. Итак, что же все-таки нас спасет? Вокруг чего нам стоит объединяться? Для начала я хотел рассказать про Петрова. Дело в том, что неважно, собственно говоря, во что он оделся там, ну просто вот как бы его одели. Дело в том, что еще раз говорю, я уровень это вижу напрямую, но Петров это, видите, какой он жрец-то, ну что, какой он волок? Ну это же смешно, ну одел рубашку, ух, ну как был витязем, так и остался, и в этом воплощении у него не было шансов перейти, значит, в другую. В следующую варну? Да. То есть это, это же, ну не важно, ну оденете вы на себя рубашку, ну и что? Или именно речение вам сделают? Да, именно речение вот. Обрыв связи. Итак, продолжаем разговоры, прервались мы на самом интересном, на какой же основе объединяться? Значит, по поводу объединения, дело в том, что ни на уровне мировоззрения, ни на уровне идеологии, там, истории объединиться на сегодняшний день не получается. Почему? Дело в том, что две разные, две системы с разными ценностями не могут объединиться на одной основе. Почему? Потому что, собственно говоря, у нас система ценностей берет свою основу в духовности, в божественных мирах, а для Атлантиды, собственно говоря, система ценностей состоит из мира Вселенной, а мир Вселенной это мир Силы. Ну и, собственно говоря, им просто плевать на нашу систему ценностей, они не понимают, что такое духовность, зачем она нужна. Вот, допустим, в 90-е годы, когда пришла их система ценностей к нам в страну, собственно говоря, оказалось, что совесть это вещь вообще ненужная, она мешается. То есть, ты не можешь стать успешным бизнесменом, если у тебя есть совесть, ну, как пример. Поэтому, собственно говоря, объединиться это невозможно, потому что мы им будем свое предлагать, а они нам свое. Тут надо просто определиться, хотим мы по их системе ценностей жить или нет. Вот, чтобы с этим совсем определиться, не нужно копаться ни в истории, на самом деле, ну, хотя, конечно, свою историю надо отстаивать, но все равно нужно, не нужно там ни в идеологии копаться, ни в мировоззрении, нужно иметь целостное мировосприятие, а для этого, я еще раз говорю, должно быть воспитание, просвещение и образование. Вот эти три момента. Потому что воспитание это привитие норм поведения, да, ну, я понимаю, что это отечественным словом питать, но как вот как бы в быту-то, да, привитие норм поведения. А что такое нормы поведения? Нормы поведения основываются на какой-то системе ценностей. То есть человеку, там, ребенку говорят веди себя так или веди себя иначе, исходя из какой-то системы ценностей. Вот. Значит, потом, значит, просвещение. Просвещение это рассказ о том, как устроено полностью мироздание, о принципе взаимодействия, этого мироздания. То есть не только, вот, всю программу, о чем я пытаюсь, я пытаюсь рассказать, объяснить людям, что вот вы изучили шаманист, поймите, это всего лишь ступень, идите дальше. Изучили астральные миры, это ступень, идите дальше, изучайте божественные миры. Да, опять же, изучили светлые миры, опять же, это вот, это ступень, поймите, вот, большинство людей взаимодействует со светлыми, с областями светлых миров, которые находятся во Вселенной. Вот ваш свет, вот он оттуда идет. Это же хорошая вещь, но это, опять же, это не предел. Наша задача подняться в божественные миры, назад, откуда, собственно говоря, мы родом и есть. Вот, и надо вот это все изучать. Вот, когда человек вот это все будет знать, тогда он может сделать спокойно выбор, ну, к примеру, там, он говорит, ну, вы мне рассказали про духовность, показали, что это такое, ну, я как бы этим не интересуюсь. Все, как бы сделал выбор, остается во Вселенной, например, да, вот, а другой скажет, а духовность, эта вещь интересная, а что это, ну, только про Вселенную это рассказывают все, как бы, а третий скажет, да, конечно, шаманизм, вот это мое, и останется на уровне шаманизма. То есть, чтобы была свобода выбора, нужно знать, из чего выбирать-то. Вот о чем, речь-то вот весь вечер сегодня, я пытаюсь об этом сказать. Вот. У кобовцев целостное мировосприятие не прописано. Да, а образование, образование, это когда человек, ну, в состоянии образа творить, так скажем, то есть, это создавать конечный продукт. И поэтому, вот, человек может быть образован в одной области, не образован в другую, но просвещен-то он должен быть во всех областях, это обязательно вот целостное знание. Вот, вот надо понимать, что воспитан и просвещен человек должен быть во всех областях. То есть, воспитан на системе ценностей, основанной на том, что человек знает вот все области, да, то есть, вот вся система ценностей должна быть включена. Он сам может выбрать тогда, собственно говоря, какая в дальнейшем, какая система ценностей ему больше подходит. То есть, там, уровень, там, подземного мира, да, там, Например, уголовное право, как зыки общаются между собой. Или там, допустим, уровень законов вообще. Законы прописаны на уровне морали. Хочет жить по морали – пусть живет. А кто-то хочет жить в обществе нормальном, тогда нравственность должна быть нормальная. Ну и так далее. А образование может быть в одних областях образованным, в других не образованным. Это когда человек уже создает конечный продукт, это уже специалист в своей области. Не то, что нам сейчас говорят образование. Обратите внимание, сейчас система образования, а воспитанием никто не занимается. А если мы возьмем хотя бы сто лет назад, и тогда говорили, человек получил воспитание. Не говорили образование, не спрашивали, где он учился, а говорят, человек получил воспитание. И вот это воспитание, ну это среди дворян, конечно, поскольку им были доступны все эти вещи. Но все равно правильная система была построена. Человек получал воспитание. И в это понятие воспитание включалось и просвещение, и образование. Вот о чем речь-то. Если у нас просто система образования без воспитания или без просвещения, ну вот как сейчас. Поэтому вот такой бардак-то и происходит. Должно быть целостное мировосприятие. Если кто-то не понимает, что такое духовность, я вот могу сказать, что... Конечно, настоящая духовность, это когда человек работает с божественными энергиями. То есть он работает над тем, чтобы пройти в духовные миры. И духовные миры – это божественные. А простыми словами, ну, к примеру, можно сказать, ну, а вот я-то не могу работать, не получается пока. Ну, как бы... Значит, простыми словами, если человек работает над тем, из чего состоит духовность, то он тоже движется в сторону божественных миров. А духовность состоит, ну, как бы, да, вот так на скидку там. Из таких понятий, как совесть, честь, святость, достоинство, мудрость, милосердие, доблесть, доброта, благость, правда. Вот, как бы, ну, вот хотя бы вот над этим. Если человек работает, вот он уже движется в сторону божественных миров. Очень важно простроить направление, куда вы движетесь. Еще раз, если вы направление простроите в сторону шаманизма, вы туда и будете двигаться. Неужели непонятно? Или там простроите в сторону вселенной. Туда и будете двигаться, там и окажетесь. Будете жить там, ну, пусть даже в светлые области вы идете. Ну, поймите, это не божественные миры еще. Ну, конечно, там уже хорошо, там приятно. Но это еще не все развитие. Я еще понимаю, что, кстати говоря, многие, кто в эти светлые миры направляются, у них там незакрытое темное прошлое и, ну, светлые сущности, у которых незакрытое темное прошлое. И в божественные миры никто не примет. Вот они все туда идут. Я понимаю, когда они туда идут. Ну, как бы им туда дорога прямая прописана. Это их этап развития. А если у кого-то энергетика полноценная, ну, что вам, зачем вам в тупике? Звезок-то я не понимаю никакого. Здесь комментарии такие, что нынешняя система образования должна нести воспитательные функции. Эта функция находится в роду. Не хотелось бы мне, чтобы воспитание перекладывалось на работников школ. Это Ингварь написал. А мне вот еще тоже уточнение такое в голову приходит. Надо понимать, о чем мы говорим. Мы говорим о славянском воспитании. Потому что то же самое можно говорить, например, с точки зрения папуасов, с точки зрения китайцев, с точки зрения краснокожих людей и кого угодно. Но в данном случае мы говорим именно про наше древнее, то, что относится к русам, кариам, кого сейчас принято называть славянским таким направлением. И вот если мы это все понимаем, то тогда многое становится на свои места. Потому что все, что сказал, каждый скажет, да, вот это как раз у нас оно и есть. Вот как раз мы этим занимаемся. Те же самые пигмемы, вы скажете, у нас есть вот это все, о чем ты говорил. Но это ихние. Поэтому здесь ты уже указал про Кастанаду, когда мы говорили, что для каждого народа есть свои учения, есть свои формы постижения этого мира, есть свои принципы постижения этого мира, и свои заветы, и свои матрицы. И если краснокожий пытается залезть в матрицу черного народа, то в этом случае он не получит всего того, что должен получить был бы в этой жизни. И то же самое касается и желтого, то же самое касается черного, и красного, и белого. У каждого есть свои матрицы понимания мира, свои пути развития, необходимые действия на этом пути развития и так далее. И поэтому примерять, конечно, на себя можно рубаху, но как некоторые приезжают, например, в Египет, да, и там одевают на себя рубахи, которые ходят местные жители. Ну там, да, походили, понравилось, но домой ты приезжаешь, рубаху снимаешь, она тебе уже не подходит. И то же самое приезжаешь куда-нибудь на Гавайи, там на тебя повесили бусы, пальмовые листья, все здорово, отлично. Ну пошутил, пошутил и обратно вернулся. Это не означает, что ты должен теперь в пальмовых листьях ходить всю жизнь. Вот то же самое здесь. Если тебе генетически, то есть породу, вот это дано, то и надо это развивать, и это исследовать. И в этом направлении двигаться. А не просто так хватать на себя все, что попало, чтобы потом получиться каша малая, непонятно, что это за смесь бульдога с носорогом, кусочек мамонта тут еще сбоку. Вот как-то так. Ну что, я думаю, что можно переходить к практике, потому что еще вопросы у нас есть. Еще по поводу чистилища. А, ну давай, да, затронем такую немаловажную тему, чистилища. Да, собственно говоря, просто в интернете достаточно много мнений по поводу того, почему попадают в чистилища. Хотелось бы прояснить. Там вот, ну, кстати говоря, вот называлось, ну, к примеру, когда человек умирает, он проходит три суда. Там суд совести, суд рода и суд богов. И вот, собственно говоря, если он суд совести не проходит, а большинство не может пройти, потому что не по совести живут, вот, то вот он попадает в чистилище. Но на самом деле, я так скажу, что, ну, как бы, это было бы все правильно, но вот я просто знаю вот некоторые демонические сущности, которые в чистилище не попадают. Вот, а они же не по совести живут. И получается, что не совсем так. Вот надо разобраться в этом. Собственно говоря, есть только одно условие, за которое человек попадает в чистилище. Это загрязнение четырех нижних тел. Вот, физическое, эфирное, астральное, ментальное. Вот, если они загрязнены, в них грязи много, и тьма сидит такая, да, вот, ну, выглядят они как пятна темные такие мощные. Вот человек за это попадает в чистилище. Вот, собственно говоря, с энергетическим каркасом, когда будем разбираться, вот, построение энергетического каркаса, это очень серьезная гарантия, что вы в чистилище не попадете. Потому что он всю эту грязь в нижних телах пережигает. Так вот, а что касается, значит, вот трех судов, то они связаны не с тем, что в чистилище человек попадает. Я вот в этом из эфиров говорил про то, что, ну, если славянин идет в чистилище, то какой же он славянин? А на сегодняшний день, к сожалению, огромное количество славян идет в чистилище после смерти. Ну, а тут не о развитии приходится говорить, а о том, что вот до такого уровня все скратились, что, ну, то есть из каждой жизни выносится очень мало, очень мало ценного выносится. Очень, как бы, ну, низкий уровень, как это сказать, скорость развития очень низкая получается. Так вот, вот если мы говорим о развитии, то есть о допуске в более высокие миры, вот здесь как раз эти три правила и работают, которые, первое, это, значит, жить по совести необходимо, второе, это выполнить долг перед родом. А что такое долг перед родом? Это привнести что-то новое, о чем род еще не знает. Но первый долг, который сущность должна выполнить, вот надо понимать, что большинство сущностей, пока еще не развиты, они перевоплощаются за счет энергии рода. То есть сила рода их перевоплощает. Потому что у сущности сил не хватает на свое перевоплощение. Вот. Первый долг перед родом – это накопить столько сил, чтобы перевоплощаться за счет собственной силы. Вот. Это первый долг. А дальше уже что-то ценное в род привнести, уже когда сущность становится достаточно мощной. Вот она уже, вот, как бы, это второй суд, да, суд рода. И третий – суд богов. Вот уж вот надо понимать, что, как бы, Бог не занимается тем, чтобы направлять кого-то в чистилище. Ну, там автоматически у себя происходит. Набрал тяжелой энергетики, ну, куда ты взлететь не можешь. Раз физическое тело потерял, физическое тело нас удерживает вот в этом, в мире яви, да. Потерял физическое тело, ну, явное тело, да. Вот. И если легкая энергетика поднялся наверх, тяжелая энергетика, упал вниз, все, провалился под землю. Это все автоматически происходит. Там никакой суд богов не собирается, чтобы решить, а кого, а вот этого куда направить, да, а там, а кого-то поднять выше, да. Да нет, это все автоматически происходит. А суд богов решает более сложные вещи. Это вот уже касается тех, кто включен в божественную иерархию. Когда там человеку дается, там, какая-то, ну, вот, я говорю, задача на воплощение, с позиции божественной иерархии дается, там. Род может ставить задачу на воплощение, а может божественная иерархия ставить, если сущность достаточно мощная и включена в божественную иерархию напрямую. То есть, что такое божественная иерархия? Это должность, то есть, долг перед уже богами, перед вот всей вот этой иерархией выполняет человек. На что направлена божественная иерархия? На наше развитие. То есть, божественная иерархия, это вот, ну, как вот, там, дошкольное образование, школьное образование, да, там, вот, Высшее образование у нас нет, а там сверхвысшее образование, у нас там просто курсы какие-то есть. А в принципе там сверху еще высшее образование. Вот божественная иерархия вот этим всем ведает. И, собственно говоря, вот если человек не выполнил, ему задачу поставили, а он не выполнил. Вот здесь вот суд богов-то и собирается. И почему собирается суд богов? Да потому что эта сущность уже достигла такого уровня, что уже боги должны решать ее судьбу. Вот это вот надо понимать. А в чистилище человек идет только по одной причине – загрязнение четырех нижних тел. Вот в чем разница. Да, Алексей, мы в связи с этим предлагаем все-таки чистить свои нижние тела при этой жизни. Потому что когда человек попадает в чистилище, то там, собственно, свободы нет. Там его будут держать ровно столько, пока не вычистят полностью. То есть зачем это делать принудительно, если это можно сделать добровольно в этом воплощении, например? И, кстати говоря, если это делается добровольно, то есть если человек следит за своей чистотой, ну, кстати говоря, руки-то все моют. Почему за своей энергетикой не следить, чтобы она в чистоте была? Так вот, если человек следит за своей чистотой, это плюс в его развитии. То есть это формирует его по-другому. Он другого уровня достигает. Вот надо понимать. А они следят и говорят, ну, все равно меня почистят там. Ну, пока тебя там моют, чистят, значит, ты маленький еще, значит, ты не развитый еще. Ну, как бы наглядные вещи. Ну, в общем, да. А что за стул-то играть сел, да? Ну, да. В этом случае. Ну, что ж, я думаю, что раскрыли. Хотя там есть уточнение у нас. Как-то чистилище, оно больше с библейским проектом связано. Тут как-то вопрос такой прозвучал. Мы когда про чистилище говорим, мы это пытаемся объяснить с точки зрения энергетики. То есть это определенные слои, если хотите, в пространстве, в которых сконфигурированы определенные огни. И вот эти огни, они как раз выжигают эту тьму. То есть описаны эти вещи в разных культурах. В том числе и в Библии какие-то отголоски есть, и у шумеров. Это не принципиально. Важны процессы, которые там описаны, чтобы правильно понимать. Ну что, переходим к практике. И потому что еще вопросы у нас есть. Музыкальную паузу ставить не буду. Да, давай перейдем к практике. Время-то уже много. Значит, собственно говоря, я постараюсь вам дать сейчас построение энергетического каркаса. Хотя изначально я говорил, что самостоятельно построить практически невозможно. Но, значит, ввиду эфиров и отзывов, которые к нам на сайт приходят... Денис, скажи еще раз сайт. Да, еще раз. Методы ускоренного духовного развития. Можно набирать по-русски или там английскими буквами mudra.ru. Мудра через Y. Вот, значит, к нам на сайте там просто письма приходят, общаемся с людьми. Денис, в принципе, даже по скайпу общается там с кем-то. Я не знаю, какой объем он в состоянии осилить, но так, в принципе, он людям на вопросы отвечает. Значит, выясняется, что люди практикуют наши... Вот то, что мы рассказывали, как силы взращивают и так далее и тому подобное. Люди практикуют, им интересно. Ну, я решил, да, в общем-то, ну, пусть попробуют. Если действительно человек заинтересован, а не будет получаться у самого, ну, пусть приезжает к нам на семинары, мы поможем, подскажем все, как это делают. Так что не будем уподобляться герметическим орденам и утаивать знания. Да. Вот, значит, собственно говоря, что такое энергетический каркас? Это, если мы берем техническую сторону, то это, так скажем, вот этот каркас, он позволяет работать со спиральными энергиями. То есть, что он, как он грязь чистит. Я говорю, вот если у вас каркас построен, то, собственно говоря, в чистилище вы уже не попадаете. Кстати говоря, вот этот этап, он демонами очень хорошо осваивается. Они, вот, не все демоны об этом знают, но вот те, которые знают, они очень пользуются этим, как бы, они вот творят какие-то неправильные дела, а потом просто темную энергетику пережигают, они выше подняться не могут, но и в чистилище не попадают. Значит, ну, я считаю, что это очень хороший инструмент. Почему бы нам это не использовать, и тем более, что мы не собираемся юлить как-то, хитрить, вот, это очень хороший инструмент, который позволяет человеку быстрее развиваться. Так вот, значит, этот каркас, он преобразует энергетику из, так скажем, линейной в спиральную. То есть, вы будете строить спиральность у себя. Это как пружинки такие вот, ну, то есть, почему спиральная? Она действительно форма такую имеет, как спираль. Значит, надо понимать, что линейная энергия, ну, там, как вода, которая течет, да, она вот по меридианам, то, что вот китайцы говорят, меридианы, по ней течет энергия. Вот как раз она, она вот, именно как вода, да, ну, или как воздух, например, да, там, ну, вот, разное бывает. Та самая ци, которая циркулирует. Она, это простая такая примитивная энергия, и ей, чтобы вот циркулировать, ей нужна форма внешняя. Ну, вот, допустим, меридиан, да, вот меридиан, он создан, он имеет форму, и по этому меридиану эта энергия течет. Вот. Спиральная энергия, она более сложная, более сложно построена, поскольку имеет сложную форму, имеет немножко другие свойства, более интересные. Вот. И, значит, чтобы спираль образовалась, ей нужна ось. И, значит, вот основа каркаса – это ось. Ось – это вот позвоночник. Ось Белояре, кстати говоря, они вот эту вещь используют. Я не знаю, они вообще понимают, насколько они вот каркас выстраивают у себя. Я тоже не знаю, вот у самого основателя, который, ну, вот я видел, у него неплохо построено, да. Вот. А там вот, например, там дюбин какой-то есть, вот у него уже так, так скажем, да, простенький он какой-то, каркасик такой, он не достроен у него. Даже, ну, где-то на треть, наверное, построен у него каркас всего лишь. Вот. И он его не может использовать, он немножко загрязнен ввиду этого. Поймите, когда я говорю «немножко загрязнен», это не значит, что я плохо от человека отзываю. Это просто факт. Ему энергетику, конечно, надо бы еще немножко почистить. Вот. Было бы лучше. Но он просто про это не знает там. Ну, как бы, еще раз говорю, это не значит, что я плохо к человеку отношусь или ругаю. Ну, просто вот я вижу какие-то вещи, я про них расскажу. Так вот. Значит, в Галаере они вот про это, ну, должны знать, по крайней мере, да. И там я какое-то упражнение у них видел, похожее на то, что мы делаем у себя, вот как бы там они позвоночник растягивают. То есть надо растянуть позвоночник для начала, да, чтобы построить осень. Позвоночник нужно растянуть в две стороны. Значит, я не смогу вам объяснить, как строить каркас, если вы стоите на ногах, я вам смогу объяснить только, если вы сидите. Потому что, чтобы построить каркас, когда вы стоите, это сложнее, это нужно, это уже не объяснишь, это нужно, чтобы вот, как бы, там, вот, живем, или я, или ребята, чтобы вам настраивали это все. Вы сами просто, ну, просто не поймаете, там, такие тонкости, знаете, вот там, на миллиметр, ну, не миллиметр, там, на сантиметр, допустим, да, колено у вас сместилось, ну, все, у вас уже опоры нет. Нет опоры, нет каркаса. А вы будете думать, что она есть. Вот, а, как бы, еще раз поймите, каркас, он строится в астральном теле, то есть, это астральный план, это даже не эфирные планы энергии, то есть, их вообще тяжело почувствовать, ну, большинству. Вот, значит, растягивайте позвоночник в обе стороны. Предлагаю для начала, вот, ну, например, вы сели, да, значит, если вы садитесь на стул, сядьте на край, так, чтобы у вас, ну, так скажем, седалище, сидело на стуле, а бедра уже, ноги сами, да, целиком ноги, вот бедра, они были на весу. Вот, стопы ставим параллельно, на ширине, там, плеч, широко не надо ставить. Вот, кстати, когда говоришь на ширине плеч, все ставят шире, чем положено. Поставьте немножко поуже, чем ваши плечи. Вот, значит, дальше. Растягиваем позвоночник. Сначала тянем макушку вверх, и как бы за макушкой тянем немножко спину, только плечи не поднимайте. Плечи опускаем вниз, а вот именно спину по позвоночнику начинаем тянуть вверх, вытягиваем. Вот. И дальше, после того, как вы почувствовали, что вы вытянули, вот, значит, спину, область лопаток, вот, вот эта всю область, от области лопаток и выше, да, до макушки, все вытянули вверх. И дальше вы начинаете, удерживая растяжение вверх, вот этой верхней области, вы начинаете нижнюю область тянуть вниз. Вы начинаете подкручивать таз немножко вниз и вперед, да, его подкручивать, так, чтобы у вас натянулась поясничная область позвоночника, чтобы натянулась. И вы все, что вот, ниже области лопаток, так скажем, ну, даже еще ниже, вот от области поясницы, и все, что ниже находится по позвоночнику, тянете вниз. Одновременно от области лопаток до макушки тянете вверх, и от области поясницы, и все, что ниже по позвоночнику, тянете вниз. Сидите на стуле при этом. Вот такое двойное растяжение. Значит, это основа каркаса. Дальше. Вы, когда натянули, вот это самое главное, вот это вертикаль, вертикальное натяжение терять нельзя. Когда вы натянули, дальше, значит, вы начинаете лопатки разводить, как бы, в стороны, влево и вправо, от центра, вот точка между лопаток, вы, как бы, начинаете от нее лопатки разводить вправо, влево, да, вот растягиваете. Растягиваете, значит, сзади, а спереди на уровне сердечной чакры, то есть у вас, как бы, по телу, представьте себе, как обруч такой, да, сзади растянули, а спереди на уровне, на груди, на уровне сердечной чакры вы собираете. У вас такой обруч образовался. Сзади растянут, спереди немножко собраны. Вот. Значит, опять проверили вертикаль натяжения вверх-вниз. Второй обруч образуется на уровне поясницы. От центра поясницы начинаете также тянуть вправо-влево и спереди на 3-4 пальца ниже пупка вы собираете. Такой же обруч сзади растянут вправо-влево, да, а спереди собран. Вот, значит, ну, вот, как бы, руки при этом лежат на коленях, да, ладонями вниз, ну, можете ладонями вверх перевернуть, если хотите, ну, поначалу, чтобы все расслаблено, плечи опущены. Дальше, значит, когда вы натянули вот этот каркас, вы стараетесь удерживать натяжение каркаса и при этом тело максимально расслабляете. Все лишние мышцы, которые не отвечают натяжению, вы начинаете расслаблять. Дыхание при этом желательно опускать в живот. Дальше, значит, немножко про силы расскажу. Значит, для начала, ну, я вот как-то давал, как сила в животе взращивается, да, вот для начала полезно вообще взращивать две силы одновременно. Сила живота и сила оси. Сила оси взращивается за счет вот этого растяжения, ну, вот, вообще, вот можно каркас удерживать целиком, если там, как бы, сложно, ну, просто позвоночник натяните, вот, я говорю, в две стороны одновременно, вверх-вниз. Значит, и начинаете собирать живот. Живот собирается к центру, который находится на 3-4 пальца ниже пупка и где-то на такое же расстояние вглубь. Вот. Значит, живот, как бы, ну, вы можете представить, но на самом деле лучше чувствовать вот это все, не просто представлять, да, чтобы не играть в иллюзии, а чувствовать. Вы должны почувствовать его как шар, да, и вы его, как бы, вот, начинаете сжимать к центру, который на 3-4 пальца ниже пупка и на 3-4 пальца вглубь. У кого-то на 3, у кого-то на 4, там, сами определитесь. Вот. И начинаете живот сжимать к центру. После того, как вы собрали, так вот, центр, вы его удерживаете где-то 3-4 минуты надо удерживать. Живот в таком состоянии. При этом дыхание желательно опускать в живот. Вот. И одновременно удерживаете живот. Сильно очень сжимать не нужно, особенно женщинам. Мужчины могут посильнее сжать, женщинам послабее. Для чего мы сжимаем? Мы начинаем сформировать. Вот некоторые говорят, что надо расширять. Если вы не сформировали ничего, начинаете расширять, то, собственно говоря, чего вы расширяете? Вот это не сформировано свое? Ну, как бы, можете проповедь. А я предлагаю сначала сформировать, формирование у вас выйдет несколько лет, но зато вы потом когда начнете это расширять, это следующий этап будет. Как долго мы будем это делать? Что? Упражнения? А, упражнения? С такой регулярностью. Значит, поначалу там можете определить для себя, к примеру, два раза в день, да, там, ну, вот. Значит, по длительности упражнения ну, от пяти минут, так скажем, до пятнадцати. Если тяжело живот держать пятнадцать минут собранным, послабее его, все равно, как бы, вы должны, знаете, как вот, все тело максимально расслабить, оставить только натяжение и собранность живота. И причем это натяжение и собранность живота тоже можно немножко уменьшать, но от этого, как бы, не должно страдать само растяжение. То есть, у вас не должна голова опускаться, да, у вас там не должна спина заваливаться влево-вправо. Вот, то есть, вертикально держите все это. в дальнейшем это можно использовать, вот, это сила, поймите, на самом деле это сила энергетическая. Если вы их будете взращивать, то в дальнейшем вы их сможете использовать в своей работе. Значит, и когда вы уже там потренируетесь там раз, два в день, в дальнейшем вы сможете это использовать, отслеживать в течение всего дня. Вот как вот я в свое время давал практику по вниманию, да, уровню внимания, который я говорю, в течение всего дня там в дальнейшем отслеживать надо. Вот. Так же это, потому что это ваша наработка. Если вы будете это создавать, вот, удерживать все время, это будет сгущаться на уровне астрального плана. Дальше, когда оно сгустится, это станет реальным вашим каркасом. Настолько жестким, что вы его будете ощущать просто. Опять же, поймите, вот эта прямая спина это не просто так, это связано с духом. Обратите внимание, вот, как бы, вот в поговорках у нас тоже есть, что вот, ну, допустим, говорят, сломать человека, да, согнуть человека. То есть, имеется в виду, дух его, значит, поработил, как раз вот про прямую спину-то и говорят, что если у человека прямая спина, у него, он свободный, ну, как бы, у него сильный дух и у него воля есть, то есть, у него свобода выбора есть. Вот. Значит, что еще тут добавить? Ну, вот, как бы, вот, значит, эти две силы можно взращивать таким образом. и в дальнейшем, значит, вот, в течение всего дня можно удерживать это. Очень полезно те, кто сидит за компьютером, работает, очень полезно вот это тоже делать, это, как бы, ну, не только осанку исправляет, это энергетически помогает работать сознанию, потому что через вот эту ось будет энергия поступать до головы и питать сознание. Вот. Значит, ну, вот, наверное, все по практике. Алексей? Хорошо. Ну, что ж, если у нас все по практике, тогда, может быть, нам стоит уже перейти к вопросам от наших радиослушателей. Сейчас, подожди, вот еще последний момент я забыл добавить. Дело в том, что, на самом деле, вот этот каркас энергетический, он должен соединяться как бы с внешним пространством, то, что вот называть, там, камень мироздания, там, ну, по-разному. Вот, самостоятельно соединить его с внешним пространством не получится. Вот, я вот, просто точно вам говорю, я ни одного человека не видел, который в состоянии сам мог бы это соединить. Это уже, как бы, если к нам будете приезжать, мы вас будем натаскивать на это. Это формируется, там, не один год. Это очень такое, это сложный инструмент, который надо вот прямо строить, там, много лет. Ну, вот, но он важен. Ну, это как бы следующий этап. Хотя, у нас это все сразу мы даем, вы можете попробовать отдельный каркас, вот, как бы, осоединение, если вам захочется приедет, покажем. Хорошо, а когда приезжать-то? Ну, когда приезжать, там, на сайте расписания мероприятий висит. У нас приезжающий в начале мая, 32 апреля. у нас, ближайший. надо же еще понимать, что есть люди с разным уровнем подготовки, есть те, которые практиками этим занимаются уже не первый год, а есть только, которые сейчас услышали, заинтересовались, и они тоже приедут. И что, вы всех примете, и тех, и других, и третьих? Алексей, в этом есть определенные проблемы, но мы стараемся работать со всеми, в том числе, у нас достаточно большой опыт наработан именно с людьми, которые приходят с нуля. Вот, поэтому ничего тут страшного нет. Ну, если у кого-то какой-то опыт есть, например, кто-то в Белояре занимался, или еще что-то. Или, там, цигуном занимался, или какими-то там. Да, там, тайг занимался каким-то, я не знаю, чем-то еще. Славянскими какими-то вещами. Вообще неважно, да, по движениям именно с энергетикой не в боевом аспекте, а вот именно с энергетикой где-то занимался. Вот, приезжайте, пожалуйста, я вам даже там, первый раз вашу практику увижу, я вам покажу такие ваши ошибки и покажу, как с ними работать нужно и интересно. Подстроишь и наладишь, понятно. Хорошо, время уже много, поэтому переходим к вопросам от наших радиослушателей, напомню, которые появились в чате Народно-Славянского радио, который называется «Изба Народно-Славянского радио Горница». Чат находится на сайте slavomir.org, а этот сайт можно найти в интернете, набрав в любом поисковике Народно-Славянское радио. Дальше надо будет зарегистрироваться, если вы еще не зарегистрированы, это делается один раз, и после этого сможете постоянно, полноценно пользоваться чатом, общаться с друзьями, задавать вопросы в эфир, если таковой идет. Итак, предлагаю в БЛИЦ в таком формате, в очень быстром формате отвечать, не растягивать. Первый вопрос от Уркуинона поступил. Вопрос в эфир. Насколько в Северном полушарии равномерно распределены люди и человеки в сущности выше четвертого энергетического уровня? Ну, ровно настолько, насколько в Северном полушарии распространены поселения, какие-то города, потому что люди живут в деревнях, в поселениях, в городах, в них они и конфигурируются. А выборка, ну, нельзя сказать, что какая-то земля богата, условно говоря, представителями пятого уровня, людей с открытым сердцем, а какая-то группа, она к астралам тяготеет. Вот из нашего опыта такой привязки к геоклиматическим условиям особо не замечено. Я хочу еще тут сказать по поводу алкоголя, что многие люди пятого уровня спились и на данный момент находятся на уровне бесов каких-то, или смердов. Просто спились. Вот у нас вся деревня практически спилась после девяностого года. Поэтому, ну, просто по факту смотришь на человека, он мог бы быть пятым уровнем, а он там непонятно в каком состоянии вообще. То есть приходящий потенциал не у пятого, а на сегодня он там и до первого не дотягивает. Хорошо, следующий вопрос. Анубис Чернобогов. Вопрос в эфир. Когда соведущий говорит темные силы, что он имеет в виду? Наши боги, темные боги, очищающие нашу землю матушку от бесовских сил и деструктивных и Грегоров. Поэтому говорить темные как-то неверно. А что верно тогда? Ну, пусть предложат какое-то другое название. Ну, как бы, нет, что я имею в виду? Я имею в виду силы, которые находятся в пределах вселенной и не могут быть из-за ее предела ввиду своей недоразвитности. Вот так вот. Хорошо, следующий вопрос от Эр Куинона. Насколько так это уже было, повтор произошел, дальше Ингвар. А разве Чистилище не библейское понятие или это опять для упрощения нашего понимания? Уже частично мы ответили, если хотите, добавьте, если не хотите, не добавляйте. Да, ну, я вам так скажу, на самом деле, ну, я не понимаю, зачем вообще Библию читать. Вот там, да, там есть какие-то правильные вещи, а есть неправильные вещи, и что теперь? Ну, и потом надо понимать, что Библия написана с позиции не огненных миров, а мы огненные существа. Ну, и поэтому, да, по поводу Чистилища, ну, описано оно в Библии, не описано, Чистилище существует. Вот, как бы, и все. Если кто-то думает, что его нет, ну, и при этом там не почистится, будет сильно разочарован. Вот. То есть, получается, опять же, возвращаясь, что это писание было написано для определенных сущностей, для определенных людей, определенной генетики, определенного склада развития своей, какой-то программы развития и так далее. Поэтому, насколько я понял, ты предлагаешь, в общем-то, Библию вообще не читать. Ну, а ознакомиться с ней необходимо? Вообще есть такая необходимость? Хотя бы ознакомиться. Как я говорю, что изначально нужно ознакомиться с нашими образами, а потом на основании понимания наших образов, пожалуйста, ознакомьтесь и сравнивайте с другими обычаями, с другими там... Традициями. Традициями других народов. Пожалуйста. Если у кого-то есть любопытство, но изначально, если вы хотите правильно развиваться, ознакомьтесь с нашими образами. Потому что в противном случае вам сравнивать не с чем будет, и вы можете запросто попасть под влияние вот этих эгрегоров. И, ну, как бы я просто видел людей, которые, ну, сейчас на завод, к примеру, мне дали книгу почитать, там, вот лично для меня там много интересного, ну, не интересного, так скажем, много как бы, как сказать, того, что отзывается, да, потому что там с определенными энергиями человек работает, и вот я там определенные стадии прохожу, тоже есть похожие моменты, мне было интересно, что в этой книге это все было. Но при этом, вот, женщина написала Элизабет Хэйч, значит, книгу посвящения, посвящения, да, вот, посвящения. Вот, но при этом, во-первых, это вот пятый уровень у самой женщины, и как бы она не все правильно описывает. Я читаю, я понимаю, в чем там правильность, неправильность, а вот если там человек будет читать кто-нибудь, умение подготовленное, может не разобраться. Вот, это первое. А второе, значит, ну, вот абсолютно неправильно написана вся наша история, она написана как раз вот в библейских этих всех понятиях. Когда читаешь книгу, чувствуется, что на нее очень сильное влияние оказало библейский грейдер, христианский вот этот, да, и вот поэтому, еще раз говорю, сначала с нашими образами ознакомиться, а дальше, если вы хотите, то, пожалуйста, читайте, что хотите. То есть, грубо говоря, сначала ты заполни матрицу своим родным, что тебе породу дано, а потом уже не засоряя свою родную матрицу, можешь просто напросто еще смотреть на мир окружающий, соваться в какие-то дела, но если ты не заполнишь матрицу своим, то вопрос, а чем ты ее заполнишь, если будешь постоянно соваться во что-то чужое, во что-то иное. В этом случае, что там у тебя будет смесь бульдога, да, с мосторого, как я говорил, сочек мамонта, или там, как скрещивают ежа и ужа, 10 метров колючей проволоки получится, и что ты с этим дальше будешь делать. Уточнение от Ингвара. Так, как же в нашей тогда культуре называлось чистилище? Я честно скажу, я не знаю, поймите, я работаю с энергетикой, и мне вообще, ну, не важно, что как называется, я вот там, в первом эфире об этом говорил, я использую слова, которые вот, ну, как бы вот, все люди используют, чтобы какое-то понимание было. Я просто... Давай за тебя-то отвечу, все понятно, здесь просто, слово чистилище, это наше русское слово, а слово чистота, если бы говорили клайнинг какой-нибудь, да, там, или еще что-нибудь, то это было бы не наше. В данном случае очень все просто. Чистилище, значит, где чистят, ну, такая банька, где там отмывают, и так далее, но только банька, она иногда приятная, имеет ощущение, а вот тут приходится попотеть в другом смысле слова. Так что наше слово, кто его, ну, взял, если кто-то иной произнес слово, чистилище, что оно от этого перестало быть нашим, что функции сразу потеряло, если кто-то при переводе каких-то иных заветов, иных традиций перевел на наш язык и применил наши русские слова, что после этого наши русские слова перестали быть русскими, славянскими, так что вот, мне кажется, так намного проще будет ответить. Дальше. Вопрос в эфир от Сергея Стверия. Бытует мнение, что Велес является главным богом темных богов совместно с Марой. Так ли это? О как. Я, честно скажу, я не знаком с этим. У нас есть специалист, один к нам приезжает регулярно, он вот вам все про это расскажет. Честно скажу, если вы с ним встретитесь у нас, то он вам вообще все про это расскажет. Так что приезжайте, да, человек в традиции, он там много что может рассказать. Дальше. Вопрос в эфир от Станислава, Аргентина. Марат, Денис, знакомы вы с техникой сердца Гайадон. Сердце Гайадон. Если да, ваше видение техники, ваше мнение о слиянии системы чакр в одну сердечную, переход физического тела с углеродной основы на основу силиция. Ваше мнение об этом? Благодарю. На кремниевую основу, да? По-русски. Да, если по-русски, я тоже так думаю, как перевести это? Кремниевую основу. Ну, на самом деле, у меня вызывают... Нет, первое, с техникой я не знаком, но, в принципе, оно понятно, о чем речь идет. Значит, если речь идет о сердечной чакре, то поймите, это не божественные меры, это наработка светлых миров. И если вы будете активно развивать именно сердечную чакру, то вы уйдете в светлые меры. Значит, далее, значит, по поводу кремния. Я считаю, что это не наш элемент, мне так кажется, по ощущениям, да? Дело в том, что, ну, как бы, мы живем в тех телах, которые нам созданы, и они созданы на основе углерода. Вот. Значит, что хочу сказать тут, как бы, тяжело в словах выразить, поэтому, извините, вот такая, как бы, сложно сразу объяснить, я как бы считываю определенные вещи, пытаюсь рассказать. Значит, дело в том, что наша задача не переходить на кремний какой-то, а наша задача перейти, ну, к примеру, если внутри Вселенной, то основа астральное тело, которое, значит, в основе своей имеет электрическую основу, там, не кремний, не что-то еще, не полупроводники, потому что, кстати, говорят, посмотрите, полупроводники, они же на кремний, вот, и это же, по сути, основа-то бесовская, компьютеры все, это же от них идет, вот, значит, значит, если на уровне Вселенной, а если в божественный мир выходите, то обязательно огонь разжигать, то есть там божественный огонь, это огонь термоядерных реакций, вот, посмотрите на Солнце, вот, значит, и дальше, значит, еще один момент, что, значит, вот есть сердечная чакра, а есть такая вещь, как, вот, и сердце, это разные, вот, такие вещи, дело в том, что сердечная чакра, она именно на свет настроена, а вот в сердце можно раскрутить то, что называется славь, что такое славь, славь, это сердечный огонь, это начало жизни, это, ну, уже к божественному огню относится, в принципе, вот, такая интересная штука, хотя, сразу хочу еще сказать, что, поаккуратнее, если будете славь раскручивать, может сердце разорваться, может не выдержать, то есть, если самостоятельно будете это делать, надо очень аккуратно делать. То есть, другими словами, мы пришли в этот мир, который заточен под определенные тела, вернее, тела заточены под этот мир, одно создавалось и то, и другое взаимосвязано, и поэтому, если, вот, мы так устроены, значит, мы в этом мире такие должны быть, а вот какие оболочки вокруг себя вы формируете, как формируете, это, наверное, более важный вопрос, переводить свое тело, в иное какое-то, оставаясь в этом мире, в чем тогда разумность? Если богам будет необходимо перевести этот мир на другой уровень, где, например, кремниевая будет основа, то это произведется автоматически, без вашего участия и вмешательства. А вот свою разумность, свое мировоззрение, свои тела, свои каркасы, понимание, багаж, это вы сами должны набирать, сами должны упорядочить, сами должны выстраивать. Наверное, вот на это надо обратить особое внимание. Следующий вопрос, от Данила. Здравия соведущим является ли переочередным и основным ключом к решению задачи для развития души, познания о таких качествах, как любовь и единство во всех проявлениях этих качеств на жизненном пути сущности? Благодарю за ответ. Значит, да, как бы, вот любовь, дело в том, что душа, она вообще развивается, ну, как бы, любовь это основа, но она развивается через чувственную систему, то есть умение распознания чувств, умение проявления различных чувств, тонкости различных чувств, вот, то есть это вот весь чувствительный аппарат наш, чувства наши, да, не чувствительный аппарат, точно, чувствительный аппарат. Это название аппарат развлечения, нет, вот именно что, именно с чувствами работаем, не с сознанием, а с чувствами, душа работает с чувствами, и она должна понимать эти чувства не на уровне сознания, а вот чувствовать, да, вот, это вот такое чувство, это такое чувство, вот, распознавать вот на этом уровне, вот, а любовь здесь, как балансирующая, то есть для всех чувств, любовь является балансирующим чувством, основой всех чувств, как бы, ну, Ну, вот как бы от него всё исходит, остальное. По мере удаления от любви там чувства могут быть более тёмными, по мере приближения более светлыми. Вот так, наверное, можно сказать. То есть вот ещё раз обращаю внимание, что развитие души не только в любви, это правильно то, что про любовь, не только в любви, но и вообще в понимании чувств и проявлении этих чувств, различных чувств наших. Вот то, что сейчас эмоциями называется, на самом деле иногда это чувство, иногда это волнение, но имеется в виду, да, вообще если напрямую переводить, то эмоции – это волнение. Волнение сначала возникает у человека. Вот ещё раз говорю про русский язык, обратите внимание, сейчас все говорят, эмоции, положитель эмоций, отрицательный. Ещё вопрос задает, а это эмоции или это чувства? Да это слова из разных языков. И как бы вообще у них очень узкое понятие, одна эмоция на всю. А у нас вот возникает волнение у человека, как система работает, да, вот он там по жизни с чем-то столкнулся, у него возникло волнение. Это волнение может переходить, перейти в переживание, ну, то есть он проживает это волнение и пережил его, в конце концов, переживание. Дальше эти переживания влияют на настроение человека. Видите, сколько уже понятий введено? А это всё, а у них только эмоции. Дальше, значит. А настроение откуда берётся? Оно берётся из чувственных ощущений, чувственных переживаний, которые у человека возникают. То есть чувства ещё возникают, да. Вот. И душа на этом учится. Вот она проходит вот эти ситуации через волнение, да, ещё раз говорю, они эмоциями это всё называют. А вот если мы расписываем это всё, то оказывается вот так оно всё выглядит. Душа учится, проходя через волнение, она должна справляться с волнениями, но понимать их, различать их. Вот. Обратите внимание вот на это. Одна извилина, одна эмоция. А если две эмоции, это значит края одной извилины разные. Хорошо. Пляшем дальше. Аркуенон. Вопрос в эфир. Уже несколько лет широко распространяются практики реализации желаний типа Симарон, Рейки и подобные. Каковы эти энергии светлых миров или тёмных? Как влияют на человека такие практики? Куда они приведут? Ну, по поводу Рейки, я вам скажу, что это энергии светлых миров, но они никуда не приведут. То есть это не развитие, это тупик. Это определённые сущности. Смотрите, как вот, допустим, с Рейки, да. Определённые сущности, которые заинтересованы в помощи, в какой-то помощи. То есть они не могут себя развивать, они не знают, как дальше развиваться. И они нарабатывают, не воплощаясь, да, они во Вселенной, в всех двух мирах находятся, они нарабатывают себе благоприятную карму для того, чтобы получить возможность дальнейшего развития. Как правило, там у них было незакрытое тёмное прошлое, они туда ушли. И про те же индусы, многие индусы, которые вот там, они святые все у них, на них смотришь, у них тьма в голове. Поэтому, а в сердце у них свет. Вот в сердце свет у индуса, да, которого цветами называют. А в голове у него тьма. И я вот, ну, я не всех отсматривал, но я тут вот рассказывал, как-то зашёл в Москве этот магазин, а он эзотерический, а у них там портреты вот этих индусов все висят. А у меня время было, я начал их рассматривать. И обратил вот на это внимание. И дальше вот, наверное, на кого из индусов не посмотришь, у них вот эта картина в голове тьма у них. Вот. То есть вот незакрытое, тёмное прошлое определённое. И вот так же вот, допустим, с Рейки, да, вот конкретно, вот я вот сталкивался, вот с другой вот энергетикой не сталкивался, а вот с этой сталкивался. И вот как бы это сущности, которые находятся в светлых мирах, внутри Вселенной. Дальше как развиваться? Они не знают, воплощаться они не хотят. Но у них есть механизм. Они помогают нам, за счёт этого нарабатывают себе благоприятную карму, и в дальнейшем они должны получить возможность дальнейшего развития. Ведь возможность развития, прохождение в Божественные миры – это великая ценность, это величайшая ценность в мироздании, вы поймите. А чтобы этого добиваться, ещё раз говорю, нужно к себе усилия прикладывать, нужно взращивать в себе бессмертные какие-то вещи, которые из жизни в жизнь переходят, повышают нашу квалификацию, позволяют нам решать более серьёзные задачи в жизни и опыт собирать на более высоком уровне, более объёмно его собирать, более полноценный. А Симарон – это как раз та самая атлантическая традиция, о которой мы ранее в эфире говорили. То есть некая противоположность. Ну, конечно. Понятно. Хорошо. Значит, три часа у нас исчерпаны, но вопросы ещё есть. Продолжим? Можно, да. Хочу своё наблюдение по чату. В чате какая-то разгорается такая перебранка. Я хочу вот что сказать. Друзья мои, на вас и врагов не надо, вы друг другу пасти сами порвёте. Так что, если будет так продолжать, светлое будущее славянское обязательно построите. Молодцы. Так и продолжайте. Так, следующий вопрос Виктор задаёт. У славян были служебные духи, дымовые, дворовые и так далее. Это светлые духи или тёмные? Ну, это служебные духи, это уровни там земли. Уровни земли. Вот они не светлые, не тёмные, они уровни земли, вы поймите. Ну, как бы это к божественным вещам не имеет никакого отношения. Если вы всю жизнь будете заниматься тем, что только их кормить, больше ничем не заниматься, никакого развития вы не получите. Нет ничего такого великого, чтобы общаться с этими духами. Вот я серьёзно вам говорю. Может быть, вам просто кажется, что, а, вот, с домовым, так интересно, я вот с ним. Ну, как бы интересно вам всю жизнь там, я не знаю, с котёнком играть. Ну, играйте с котёнком. Развитие-то какое в этом? Здесь просто надо понять, что служебные духи – это служебные духи. Они нужны для того, чтобы вам помогать, а не для того, чтобы постоянно с ними жить, как в обществе в каком-то. Общество у вас человеческое для этого есть. А служебные духи, их надо любить, уважать, лить, холить и так далее. Ну, как вот вы правильно сказали, с котёнком. Мы поиграли, да, его погладили, помурчали, расслабились, ну, дальше. Служебный дух свои функции выполняет. И многие служебные духи, они отражают вас, ваше проявление, то, как вы себя в жизни ведёте, кто вы есть. И поэтому, если вдруг у вас в доме служебный дух разошёлся до такого времени, что там уже полтергейст происходит, это всего лишь навсего он вас проявляет и вам показывает, кто вы есть на самом деле. Значит, сделайте какие-то усилия над собой. Надо что-то с собой решать, меняться. А заниматься, я думаю, что нет, нормальный человек, он не будет заниматься всю жизнь служебными духами. Он просто будет воспринимать это как некий инструментарий помощников с благодарностью, с радостью и так далее. Вопрос у эфира от Владислава из Болгарии. Можно, пожалуйста? Алексей, можно? Да, пожалуйста. Да, я сейчас понял, просто мысль сложилась. А если по моей классификации брать, уровень Земли – это третий уровень, дальше идёт четвёртый – это астральный план. А пятый – это как раз свет сердечной чакры. Вот если дух пятого уровня, он светлый. Если дух четвёртого, третьего, то он не светлый. Скажем, ну просто не потому, что он плохой. Ещё не светится. Да, не потому, что он плохой, просто ему квалификации не хватает. Вот и всё. Хорошо, благодарю. Так, от Владислава из Болгарии. Террируется на ваше мнение о курсах Кандыбы. А кто это? Ну, если только к следующему эфиру. Можно попросить, Алексей, просто вот тема эфира, она была немножко заранее заявлена, поэтому если кто-то хочет, чтобы мы высказались конкретно по каким-то специальным вещам, по практикам, либо по персонажам, пожалуй, просьбу присылайте заранее. Мы успеем тогда отсмотреть и как-то предметно выскажемся. Нет, можно сделать следующее. Если человек нам на почту, ну вот на сайт нам на почту пришлёт вот этот вопрос и желательно там ссылку, да, на какой-нибудь ролик, где показан вот товарищ вот этот, да, мы посмотрим и ему ответим. Вот. Так, следующий вопрос. Вопросы я перестал принимать, так что можете больше не писать, а то и так вы уже за рамки вышли. Ингварь, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, какие из всего того обилия эзотерических практик, которые есть в общении, несут в себе какой-либо смысл для человека, а не просто посмотреть? Ну, дело в том, что, к сожалению, на сегодня не представлено комплексного развития практически нигде. Вот везде есть какие-то осколки, и вы можете пойти туда чему-то научиться, а чего дальше с этим делать, вы знать не будете. Поэтому я вот говорю, надо что-то с этим делать, на самом деле надо что-то с этим делать, вот надо какую-то площадку организовать, где мы могли бы вот собираться. Видите, не спорить о чем-то, а собираться и обсуждать вот эти темы все. Надо возрождать целостные знания, вот как вообще в божественные миры проходить. Ну, вот, допустим, приходит ко мне человек, я ему говорю, вот у тебя такой-то уровень, как бы ты на то-то можешь претендовать. Вот. И когда человек вот выходит из мира иллюзий, здесь вот не надо вот как бы, что главное, главное не обижаться, потому что, ну, там, я не знаю, кто-то может ему рассказать, что, а, он там высокого уровня, великий какой-то, да. А он приходит ко мне, я говорю, да нет, вот как бы у тебя вот сильные черты вот такие-то твои, вот. И главное выйти из иллюзий, понять, какие задачи ты в этом отношении должен решать. Вот о чем речь-то. Ну, потому что, вот, к примеру, я вот там прохожу, там, на седьмой уровень еще не прошел, да, вот. Медленно так, тяжело, но прохожу туда. Но я же знаю, что есть восьмой и девятый, я же там не претендую на них и там не это самое, не говорю, а вот у меня там какие-то вот там более высокие уровни, да. У меня сто десятый там, да, я супер-пупер, да. Конечно, да. И вот здесь вот, я не знаю, вот еще раз говорю, в Белояре вам могут помочь простроить там вот этот каркас. Ну, основу какую, да, вот они позвоночник хорошо растягивают. Вот. Ну, сходите в Белояре, пусть вам позвоночник растянут. Начните взращивать себе силу, вот то, что я говорю, там, в животе, там, сила сил. Ну, это годы, вы поймите, по-настоящему вот это вот все. Нужно взращивать годы. Поэтому мы живем там десятки лет. Поэтому, как бы, мы, у нас и практики такие, за один день невозможно все это сделать. Мы же там не бабушки, а одна днефть. Вот это надо понимать. Мы сложно построены, и перестраивать нам это все тоже вот надо как-то сложно. Ну, как бы, ну, то есть время нужно, труд нужно приложить. А как же без этого-то, ну, можно там с детства сказать, ну, не хочу учиться, хочу жениться, да, и не пойти в школу. Ну, вот, как бы, вот надо понимать, вот, да, возвращаясь, вот, фрагменты отдельные. Вот, Белояре можно учиться. Можно даже, вот, я вам честно говорю, можно, если у вас собрана основа, если она развита, и вы в любую группу можете пойти чему-то научиться там. Вот я как знания-то собирал. Я когда основу себе взрастил достаточного уровня, я, значит, просто начал ходить там по разным группам, отсматривать разных мастеров, обучаться у них. Например, там, приехал к одному мастеру, который, ну, действительно, у него уровень выше, чем у меня. Мне стало интересно, как, значит, у него все это построено, чему у него можно научиться. Но самое главное, значит, мне нужно было увидеть, на чем это все построено, то есть основу. Потому что если видишь основу, тогда, значит, ты можешь совсем разобраться с этим знанием. А если ты не видишь основу, то либо тебе должны это все разжевывать и вкладывать, вот, либо ты должен сам как-то, вот, ну, то есть, вот, третьего не дано. Вот, и я вот к этому мастеру приехал два года. Я к нему ездил и пытался эту основу нащупать. Через два года я нащупил. Вот, как бы, вот это путь развития. Вот так вот я себя выстраивал. Но еще раз говорю, изначально во мне основа была построена, то есть я ее построил. А так вот, как бы, давайте площадку организуем, давайте, чтобы, мы еще раз говорю, чтобы мы не ругались на какие-то темы, или не говорили, вот, а у меня круче, а у кого-то там не так, да, вот, а чтобы мы могли это все вот обсуждать спокойно, обмениваться и видеть, собственно говоря, что хорошего можно у кого-то взять, чтобы, ну, вот, помогать, взаимопомощь. Хорошо. Павел С. за этот вопрос. Кастанеда, не уход ли это от жизни, активный в миру? Ведь пройдет какой-нибудь Гитлер, а здесь на Кастанеде люди себя ищут, не найдут никак? Шутливый вопрос. Будем отвечать, нет, или дальше? Пойдем. Так я про это и говорю, что вон в Индию народ поуезжал, сидит на легких наркотиках. Вот, ну, как бы, кто-то может сказать, Кастанеда здесь ни при чем. Да, конечно, многие из них Кастанеду вообще не читали, но началась эта вот пропаганда, началась вот с этого, вы поймите, вот это движение, то есть эзотерика и наркотики совместно, вот началось с этого. Раньше это, как бы, поддельности было. Связки такой не было, здесь связка появилась. Еще раз, в Индии такая традиция была, но люди с Запада в Индию вдруг поехали эти наркотики курить. Ну, вот, поймите, вот, как бы, вот. Хорошо, вопрос эфира от Сергея Ставерей. Чернобог и Зныч темные или светлые? Ну, значит, по поводу Чернобога. Честно скажу, я вот с этой сущностью не общался напрямую, поэтому мне трудно сказать, но если вообще так вот разбираться, если он включен в божественную иерархию, значит, он служит божественным мирам. Если вы сами хотите Чернобогом стать, ну, может быть, это не совсем ваш путь, ну, как бы, может быть, это рот ваш, может быть, это не одобрит, вот так скажем. Вот, надо здесь понимать, вот так вот. Так, следующий вопрос смотрим. Так. Кстати, пока я смотрю следующий вопрос еще. Здесь реплика была после того, как я предложил успокоиться. Алексей, это из серии слышал звон, да не знаешь, где он. Ты либо чат читай полностью, либо не отвлекайся от эфира. Во-первых, я читаю, чат смотрю полностью с того момента, когда это все началось, и с момента, как Василий Васильевич там начал что-то удалять. Вот. Во-вторых, я сказал это потому, что здравомыслящий человек в дрязги не влезает. Здравомыслящий человек ищет точку объединения, а не точку разъединения. И с тем подходом, как это все пишется, еще раз говорю, взгляд со стороны, человек, который внимательно читает ваши сообщения, говорю вам, вам врагов не надо. Вы сами друг друга поубиваете и пасти друг другу порвете. Только из-за того, кто один сказал это, а другой сказал это. А начинается все из серии про игрушки и про горшок, если помните детскую сказочку. Алексей, обладает только то, что на страже модерации стоит Василий Васильевич, которого не пойдешь. В общем, да. Дальше от Данилова вопрос. Знакомы ли соведущие с монологом «Ищущие» контактера Геннадия Харитонова из волжской контактной группы Билимова? Если да, то кому обращен этот монолог? К душам падших атлантов или иных сущностей? Или о нас, землянах? Благодарю за ответ. Еще раз говорю, если человек действительно хочет получить ответ, мы просто так вот незнакомы. В общем, пишите письма мелким почерком заранее. Будем отвечать. И готовить эфиры. Нет, можно сейчас до следующего эфира не ждать, потому что у нас редко эфиры случаются. Четыре раза за год. Напишите нам на сайт. Ссылку дайте на этот монолог. Да, и ссылку дайте, чтобы мы по интернету не искали. И мы тогда обязательно вам ответим. Почему у нас эфиры редко? Потому что, на самом деле, у нас регулярно проходят собственные мероприятия, где мы вот так вот спокойно и скрупулезно стараемся выяснять все вопросы. Там много интересного. Кроме нас много интересного народа присутствует. По традиции можно поговорить, если кто хочет. И там время практически неограничено. Последний раз я лично говорил, но в итоге порядка девяти часов я посчитал за день. У меня уже, если честно, язык отсох. Но кроме меня там еще люди выступают. То есть там есть кого послушать. У нас такая открытая площадка. Мы там никого ничего не знаем. Хорошо. Следующий вопрос тоже об Абрамове Шуйском. По легенде он стоял у Истоков КОП, вдохновляющий коллектив ВП. Будем отвечать или дальше пойдем? Еще раз ответите, пожалуйста. Уважаемые ведущие, что можете сказать об Абрамове Шуйском? По легенде он стоял у Истоков КОП, вдохновляющий коллектив ВП. Это имеется в виду всесветная грамота? Как написано, так прочитал. А что имеется в виду, не могу комментировать. Ну, это всесветная грамота. Но с нашей точки зрения она весьма... Он мог и стоять у Истоков, но, собственно говоря, те видео-лекции, с которыми он выступал, и тот материал в письменном виде, который он изложил, они с нашей точки зрения не имеют прямого отношения к концепции. Если про него конкретно говорить, ну, как бы он, конечно, раскрутил очень серьезную вещь, поднял, да, вот эта всесветная грамота, достаточно интересная вещь, можно изучать ее. Ну, к примеру, там, вот, допустим, да, в этой всесветной грамоте есть такой знак, который называется «Звезда», которая сжигает всю тьму, по-моему, как-то вот так называется. И, собственно говоря, эта звезда состоит из двух спиралей. Это как раз то, про что, вот, как бы я говорю, вот каркас энергетический. Это как раз вот, тоже он состоит там из двух спиралей, он сжигает всю тьму. То есть, ну, вот, такие параллели, вот, они присутствуют, то есть, со всей светлой грамотой. Вот, по самому Абрамову хочу сказать, что, ну, конечно, там... Он старенький, к сожалению, сейчас уже, если жив, дай Бог, ему здоровья. Я, как бы, хотел сказать, что не очень высокий у него уровень, хотя, ну, видимо, достаточно для того, чтобы вот это все скрыть. Ну, вот, вот так вот. Хорошо. Так, еще несколько вопросов. Владимир Азмутич, вопрос эфира от Владимира Азмутича. Как сделать так, чтобы человек, самостоятельно вставший на путь совершенствования своей сущности, не потерял всех вокруг? Или этот процесс неизбежен, ибо в этом пути попутчиков не бывает? Вот, очень интересный вопрос. Многие его задают, на самом деле, когда приезжают, там, ну, так или иначе. Тут основная проблема заключается в том, что, если вы начинаете заниматься собой, а окружающие не занимаются собой, они вас просто не понимают. Вот. И самое интересное, что, как правило, вы-то их понимаете, потому что вы с собой разбираетесь, и, как бы, более глубоко понимаете, вот, как бы, основу поведения людей, да, причины, по которым они, там, чего-то хотят, чего-то не хотят, да, вот. Ну, как бы, вот это все, да, на этом уровне уже можете считывать все. А они вас не понимают и понимать не будут. Ну, я вам так скажу, что, вот, я вот, когда начинал заниматься, я тоже, там, сменил круг знакомых. Хотя я от старых знакомых не отказывался, но они долго меня чудаком считали. И вот, пока там я, однажды встретились мы, вот, и пока я, там, одному, там, из них не сказал, что, я говорю, знаю, что с тобой после смерти будет. Вот. А другой спросил, ты вообще, как бы, знаешь, ну, как бы, с кем-то там после смерти? И вот конкретно ему можешь сказать, что вот с ним будет. Я говорю, я могу сказать конкретно ему, чего его ждет после смерти. Вот. Самое интересное, они так замолчали, никто не спросил про себя, чего с ним будет. Немножко испугались. Вот. И как бы ты, вот, ну, как такой пример, да. И дальше, значит, как-то ко мне, ну, там, более уважительно стали относиться. Ну, я с ними редко, вот, со своими старыми товарищами встречаюсь, поскольку, ну, уж очень разные у нас интересы. У них-то в основном, там, выпить, там, в кабаке посидеть, там, еще чего-нибудь. Хотя, ну, ребята нормальные, то есть они не какие-то не типы, ну, обычные граждане, так скажем, да. Вот. А я им уже, я им говорю, слушайте, говорю, они меня звали как-то на встречу, я говорю, слушайте, говорю, ну, вот, там, товарищу, говорю, вот ты не пьешь, да, вот, там, один, там, не пьет по медицинским соображениям. Вот. Я говорю, ну, вот, чего нам в кабаке-то встречаться? Давай, говорю, в баньку, что ли, сходим, встретимся все вместе. Можно будет посидеть там, поговорить. А что, говорю, каждый раз в кабаке? Мне, говорит, там неинтересно ничего в кабаке. Вот. И с тех пор как-то, ну, то есть, вот, это неизбежный процесс, тут никуда не денешься. Единственное, что можно стараться сохранять как-то общение. Вот. То есть, ну, прежде всего, надо следить за собой, чтобы не было противопоставления себя этим людям. Не надо их заставлять, не надо их втягивать. Это, вот, чем терпимее человек относится к окружающим, тем выше, по сути, уровень его, как бы, развития, понимания, осознания. Там, я могу на кого-то, там, накричать, там, да, вот, я, допустим, вот, Минусу рассказывал. Я сегодня, ну, мне, на самом деле, мне вот абсолютно все равно. Ну, мне вот, что-то, как-то, я думаю, дай-ка я попробую. Значит, я покупал в магазине сок, вот, а сзади меня тетя, значит, их говорить можно, у меня рюкзак стоял на ленте на этой, она говорит, можно, говорит, я к вам положу, там, и рюкзак мой отписывает, бутылку водки, значит, кладет. А я ей взял так и строго говорю, нельзя, говорю, я говорю, не люблю алкоголь, и, как бы, считаю это неправильно. Вот. И я стал с ней строго, значит, разговаривать на эту, представляете, вот, там, тетя, значит, бабушка, да, ну, такая, бойкая бабушка. То есть, ну, боже, я дуванчик. А на вторую бутылку укладываю, я говорю, ну, что, говорю, на пиццу вообще собрались, это что такое вы, какой вы пример подаете. Ну, в общем, вот, вот, как бы, вот, но при этом внутри я не негодую, вот, надо понимать, ярости никакой, то есть, я спокоен. И при этом одновременно я, как бы, вот, создаю ситуацию, то есть, вот, я начинаю ее ругать, я прям ругаю ее. Вот, внутри должно быть спокойное отношение к людям, потому что у каждого свой выбор. Ну, хотят они пить, ну, что я, понимаете, опять же, я знаю свою космическую задачу, то есть, в нее не входит всех вытаскивать. Я, вот, самое большее, что я, вот, как бы, да, кому-то я могу помочь там, а вот так вот вообще на широкую аудиторию, то, что называется, да, я просто, вот, в мою задачу входит доносить знания, которые я собрал, делиться ими. Вот, это пожалуйста. Я взял, вот, ей-то уже рассказал про то, что пить – это плохо. Если она до этого не поняла, вот, я вот встретился и ее взял, рассказал. Вот, а она, как бы, со своей точки зрения не сошла. Ну, не сошла и не сошла, я, как бы, мне, как бы. Вот, 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 вот это, вот, такой вот подход, он наиболее правильный, когда вы начинаете заниматься практиками, а окружающие на вас как-то начинают реагировать не так. Относитесь к ним спокойно. Не философски. Если вдруг после того, как ты перестал пить, друзья перестали на тебя обращать внимание, перестали свои дружить, это были не друзья, а собутыльники. Итак, следующий вопрос от Сергея Эстерей к Марату Денису. Часто говорите про темных. А у вас самих есть темная сторона или вы полностью светлые? Ну, я свое темное прошлое закрыл, и причем даже не в этой жизни, в предыдущих жизни закрыл. Вот, на данный момент, да, вот, как бы, ну, я бы не, если бы у меня было бы темное прошлое незакрытое, то я бы не мог взаимодействовать с Божественной энергией. Они бы просто меня убили. Ну, даже, на самом деле, я бы не вышел с ними на взаимодействие. Просто не вышли бы. Уровня не хватило бы. Вот. Значит, теперь дальше, вот, если говорить про темных и светлых, я вам так скажу, что тут не важно, на самом деле, я вот, я просто рассказываю, поймите, вот некоторые думают, что я кого-то там ругаю, темных ругаю там еще. Я не ругаю, я вам рассказываю, потому что неважно, темный человек или светлый, на сегодняшний день вот у нас вот сейчас вот идет разделение вот это, да, выбор или там, жатвы называют это, да, вот. То есть они хотят нас пожать всех, собрать урожай хотят из нас. Вот, шиша большой. И без масла. Так вот, значит, дело в том, что важно, собственно говоря, куда человек простроил свое развитие, направление движения там, куда простроил. Если человек простроил в светлые миры, ну, или в божественные миры, да, вот, то неважно, светлый он или темный, он наш соратник. И вы с ним будете совершенно нормального взаимодействовать. Больше того, светимость восстанавливается. Вот у нас в группе и светлые, и темные занимаются, но при этом светимость и темных восстанавливается. Вот интересно, да, конечно, не за год, но при этом человек себя хорошо ведет в жизни. Надо понять, не только практика, но здесь надо добро делать, надо благость в мир привносить. Это наша задача. Вот и светимость восстанавливается. И пока не восстановится, человек в божественной мере пройти не может, но восстанавливать ее надо. Вы не будете заниматься восстановлением, то, собственно говоря, вообще как бы здесь останется на себя. Вот, поэтому, вот, поймите, и неважно, темный вы или светлый, важно, куда вы идете, идете вверх вы или вниз, потому что я знаю светлых, которые вниз грибут, и с ними вообще невозможно, то есть у них все интересы там. Хотя он вообще светлый, у нас с Денисом есть товарищ совсем светлый, но вот как бы все равно Виктор, он не хочет развернуться. Хорошо, еще два вопроса. Вопрос из Мытищ от Владимира Мытища. Вопрос эфира от Кастанеды. В жизни воина есть только одна вещь, один единственный вопрос, который действительно не решен. Насколько далеко можно пройти по тропе знания? Что ответите? Ну, если тем же языком Кастанеды говорить, то есть, собственно говоря, три пути. Путь воина, путь магии, мага, да, там, и путь знания. Путь знания наиболее сложный. Путь воина – это основа вообще развития. Если человек не встал на путь воина, он, собственно говоря, не развивается. Почему? Потому что только воин может заставить себя, ну, в современной жизни, например, да, где там чистые простыни, там, ну, плюс к этому еще там, на работу надо ходить, там, куча обязанностей, не все устроено. А тут надо заставить себя регулярно чем-то заниматься, дополнительно к этому, нагрузка. Вот. И, собственно говоря, как далеко можно пройти по пути знания, да, воина? Ну, собственно говоря, воина вообще не интересует, как далеко он может пройти по пути знания. Он должен делать все, чтобы пройти. Да, он просто даже, я бы так сказал, он должен идти. И если он встал на дорогу, он идет. И насколько он успеет, настолько успеет. Вот, допустим, я говорю, вот, ну, к примеру, да, вот про меня могу сказать. Вот я вот сейчас выхожу на седьмой уровень. Я, так скажем, если я сейчас помру, я на него перехожу, и в следующей жизни я рожаюсь уже там, сущностью седьмого уровня. То есть я, вот, так скажем, на тонких планах я перешел, а здесь вот пока еще не перешел. И дальше у меня вопрос, успею я в этой жизни перейти или нет. Этот вопрос, на самом деле, меня даже не волнует, если честно. Почему? Потому что мне самое главное, что я там сделал за дело, и там уже перешел. То есть, ну, все как бы, меня от этого никуда не успел в этой жизни. Пойду дальше в следующий. Вот даже дело не в этом, а в том, что, еще раз говорю, ну, там, еще 20 лет, например, проживу, ну, точно перейду на седьмой уровень. Десять лет проживу, может, за десять лет успею. Неважно, как далеко вы пройдете. Еще по знаниям, что хочется сказать. Самое важное в знаниях – это собрать целостное мировосприятие, целостное знание. А для этого нужно основу взращивать. Если у вас основа не взращена, то вы свое сознание не можете запитать нужными энергиями, нужной частотой, там достаточно высокая частота должна быть. Нужно питать свое сознание частотой выше, чем частота сердечной чакры. Вот, например. Да, потому что если вы питаете сердечную чакру, у вас сознание мыслит одними категориями. Изменили частоту питания сознания своего, у вас сознание начинает мыслить другими категориями. Они становятся и шире, и, как бы, объемнее все равно. То есть, даже комплекснее, да? То есть, в совокупности повышаются. И нужно стремиться обрести именно целостное знание. Не как далеко ты пройдешь, а прежде всего целостное. Алкаро целостное, дальше его надо расширять. Вот это да. Хорошо. И заключительный вопрос, Руслан. Вопрос в эфир. После двух лет практики построения каркаса следует привязка каркаса к тонким тканям мироздания? Я правильно понял? Нет, нет, нет. Чтобы привязать каркас к каким-то там, ну, так скажем, тканям мироздания там или... Просто начать увязывать его с пространством. Да, с внешним пространством, чтобы его увязать. Это самостоятельно невозможно сделать. Невозможно. Это очень тонкий инструмент. Это такой филигранный инструмент. Я еще раз говорю. Вы тело на один сантиметр смещаете куда-то, и у вас увязка эта пропадает. Причем геометрически это построить невозможно, потому что это, ну, у каждого личностные параметры какие-то. Это надо отсматривать человека и править его, чтобы у него увязывалось. И дальше это не два года, а это там, ну, хотя бы пять лет. Ну, частично увяжете. Ну, вы сами будете отслеживать это. Это же не то, что там кто-то вам пообещал, и вы там пять лет ждете, пока там, а через пять лет оно вдруг должно на вас свалиться. Нет. Это постепенно. Вы эти процессы будете отслеживать. Вот. Ну, вы поймите, что вот к нам в группу, вот, там, люди приходят, ни у кого это ничего не построено, не увязано. Начинаем с нуля учить. Постепенно эти люди обучаются, начинают чувствовать это все. Дальше там, главное, чем дальше, тем интереснее становится. Вот. И в дальнейшем эти люди начинают объяснять кому-то еще. Вот. Ну, у нас вот уже ребята есть, которые несколько лет занимались. Они начинают уже тех, кто вот недавно пришел, им помогать, там, объяснять что-то, подсказывать, поправлять. Вот. То есть, ну, такая вот эстафетная палочка. Единственное, надо как бы расширить надо это. Ну, здесь вот вопрос-то, вот если про расширение говорить, вопрос именно в том, что все инструктора перегружены, на самом деле. Так что вот это сложно. Специалистов мало, так скажем. Не хватает специалистов. Вот. А готовиться они сложно. Ну, допустим, жрецов на Руси готовили 20 лет. Да? Вот представьте. А мы там инструкторов, ну, хотя бы там, чтобы вот хоть какой-то объем они могли другим передать, ну, там, ну, лет пять, нужно готовить, наверное. Вот так вот. Угу. Ну что ж, хорошо, все вопросы исчерпаны, но вопросы я не принимал уже, просто объявил, что время исчерпано нашего эфира. Сейчас еще немножко по чату пройдусь. Значит, когда я сказал, что следил внимательно, Лютобор написал, незаметно Алексей, насчет пасти это круто, но как сказать, если вы друг друга рвете глотки, готовы там друг друга порвать. То есть, так и говорю. Это взгляд со стороны. Да, ведущий понял по-своему, но сегодня как-то агрессивно дальше. Да ему без разницы. Он, как видишь, что к бедному Анубису пристают, то начинает наручить всех. Во-первых, я не смотрел, к кому вы пристаете. Это было понятно изначально, чтобы к нему. Так не в том дело, что к кому вы пристаете, а как вы пристаете. Если ваши вибрации идут на уровне одном, это видно. Если на уровне другом, то это тоже видно. Если вы вибрируете на том уровне, где пасти рвут, скажем так, то оно все это чувствуется. Если вы вибрируете по любви, то оно тоже чувствуется. На сегодняшний момент вибрация шла именно вот там. И проявляется сейчас гордыня, что кто-то вам что-то сказал. И Анубис здесь абсолютно ни при чем. И научать, нравоучать, как здесь написано, научает нравоучать. Ну уж извини, взяла такую миссию. Иногда нравоучаю. Если не нравится, не слушай. Я никого не заставляю. Ну вот, на такой радужной ноте теперь давайте перейдем уже к заключительной части нашего эфира. У нас есть такая традиция, когда каждый говорящий желает тем, кто слушает. Вот давайте вот каждый из вас, Марат и Денис, что-то скажет от себя доброго, вечного, красивого, чтобы душа развернулась. Ну, что сказать. Годик осталось потерпеть, а там уже и свет прибавится. Так что давайте соберемся. Не будем поддаваться ни на какие провокации, которые в 16-м году будут. Они, конечно, и в 17-м продолжатся, но как бы последний... Вот знаете, я честно скажу, я вот как бы внутренне ощущаю, что вот это последний год темных, товарищей. И вот дальше вот наше время начнет наступать по-настоящему, со следующего года. Мне, честно скажу, мне радостно от этого события. Главное еще соответствовать этому, да? А то говорить много говорим, иногда просто не соответствуем. Денис, пожалуйста. Да, но несмотря на то, что сегодня 1 апреля, я считаю, что мы постарались, как смогли, внести свою лепту в том, чтобы каждый все-таки подумал о том, как он будет заниматься собой. Не просто подумал, а начал. Независимо от того, там, было у него что-то, до этого не было, он что-то... Время пришло, время определиться. Так что всем успехов в трудном таком продолжении, в сложном продолжении, там, в год непростой. Но, тем не менее, время пришло. В трудном, нелегком, но очень увлекательном пути. Это точно. Хорошо. Ну что ж, напомню, что сегодня у нас 1 апреля 2016 года, пятница, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 31-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, понедельник. Говорили мы о практике построения энергетического каркаса и говорили с Маратом и Денисом, за что я вам благодарность. Низкий поклон. Я думаю, что было сказано много, и сегодня очень хорошая такая была школа практики и в эфире, и в чате. И те, у кого есть сознание, понимание, наверное, что-то для себя вынесли. Но если пока не вынесли, значит, ничего страшного, еще все впереди. Есть у нас годик для того, чтобы разобраться и со своими мыслями, и со своими эмоциями, и вообще с мировоззрением. Напомню, что Народно-Славянское радио – это площадка для того, чтобы могли высказываться разные люди, имеющие какое-то представление об этом мире. Естественно, если там чернухи какой-то нет. И для того, чтобы объединять воедино различные течения, различные представления. Только так мы можем совместно что-то сделать, совместно собрать ту мозаику, которая сейчас разбросана, раздроблена. Этого нам не хватает. Нам не хватает единения. Нам не хватает понимания того, что мнение другого человека – это только мнение другого человека. И если это мнение вызывает негативную реакцию вплоть до каких-то грязных слов, которые базируются на грязных мыслях, это всего лишь навсего отражение вас. Это всего лишь навсего показатель вашего внутреннего мира, а не показатель того человека, против которого или на которого что-то говорите. Вот. Нравится, не нравится, то, что я говорю, это вам решать. Есть очень простой способ из управления этой ситуацией. Достаточно не включать сайт, не включать радио. Нравится, не нравится, то, что говорят наши соведущие, примерно из того же раздела. На всех, как говорится, не угодишь, ни червонец, всем мил не будешь. На том и стоит наш мир. Кому-то нравится свиной хрящ, и кому-то кочерыжка с апельсином. Итак, сказал, какой сегодня день, какое у нас сегодня было направление, кто соведущий. На 7 я с вами прощаюсь. С вами был Народнославянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. С вами был Народнославянское радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова